Меня зовут Мария Пронина, я уже более 10 лет занимаюсь тренингами, обучением персонала, именно таких вот soft skills, как что называется по-английскому, а если по-русски выражаться, это навыки взаимодействия, навыки общения, навыки коммуникации и все, что связано с людьми, с их психикой и поведением. Это у меня была такая первая часть моей работы, а вторая вот совсем, как уже 4 года, я занимаюсь тем, что я провожу групповые обсуждения, то есть это немножко другая стезя, так как профессия называется фасилитатор, когда собирается группа людей, им надо что-то про себя решить, про какие-то вопросы, и мы организуем обсуждение так, чтобы это было конструктивно, но оно очень непривычное для слуха, для начала, но потом к нему привыкают и начинают тоже использовать. Вот, собственно, почему я предложила провести такой мастер-класс, потому что я считаю, что общение это то, что постоянно происходит в нашей жизни. Мы просыпаемся с утра, у нас начинается какая-то коммуникация, общение с родителями, с детьми, с коллегами по работе, и на протяжении целого дня, в общем-то, мы все время коммуницируем и общаемся в различных совершенно социальных ситуациях, коммуникациях. Но часто это происходит очень неосознанно. То, что мы делаем, как мы это делаем, как это происходит, мы об этом не задумываемся. У нас есть уже какие-то привычные способы поведения, есть уже какие-то установки, есть уже какие-то ожидания от других людей, и мы просто на автомате общаемся, ну и практически никогда не думаем, как мы это делаем, почему мы это делаем, почему мы делаем это именно таким образом. Вот, и это немножко упускает наш контроль над ситуацией. Когда же мы начинаем думать над тем, как мы это делаем, когда мы начинаем задумываться над этим, когда мы стараемся это дело проконтролировать, то, соответственно, мы обладаем большим контролем над тем, что происходит вокруг нас. Качество нашей жизни, исходя из этого, повышается, потому что мы понимаем, как это происходит, потому что мы можем это контролировать, направлять, вот, и наша жизнь улучшается. Ну, у меня, ну, я за хорошее качество жизни, считаю, что людям всем надо развивать свои навыки общения, тем более мало этому уделяется внимания в школе, еще где-то. Вот, спасибо, что вы пришли сегодня. Вот, я надеюсь, что для вас это будет полезно, интересно, и вы уйдете с каким-то новым знанием и с новыми своими личными возможностями по, вот, именно в области такой коммуникации и взаимодействия. И прежде чем мы начнем такую работу, я попросила бы аккуратко, кажется, просто сказать, как зовут и почему сегодня решили прийти. Давайте с вас тогда начнем. Меня Борис зовут, да. Тема интересная была. Мне нравится тема про общение и взаимодействие с людьми. Так, спасибо, Артем. Меня зовут Артем. Собственно говоря, поддерживаю Бориса в том, что интересно развивать, скажем так, свое понимание общения. То есть, может быть, не само общение, но понимание. Да. Когда развиваешь понимание, ты, соответственно, и общение автоматически начинает тоже развиваться. Меня зовут Даша. Я являюсь организатором проекта, поэтому не прийти не могла. Вообще, я считаю, что успех в смысле зарабатывания денег во многом зависит от того, как вы можете преподать себя и в каких-то сложных ситуациях выйти, чтобы все были целые, сытые и счастливы. Угу. Так. Меня зовут Виктор. Я алкоголь. Я прям знала, что вы скажете. Ну. Интересная тема, почему нет. Угу. Спасибо. Меня зовут Ирина. Ну, я общительный человек. Мне интересно, может быть, что-нибудь новенькое знаю. Угу. А так самопознанием занимаюсь. Угу. Самокопанием. Угу. Так. Мне вообще очень интересна схема взаимодействия людей. То, что зачастую люди составляют сразу какое-либо мнение, действуют по накатанной схеме. Получается, что живут как бы за завесой и фактически не контактируют с реальным миром. Угу. Вот. И живут вот по этой накатанной схеме. Вот. И чаще всего это, ну, это не лучший метод как бы пребывания в этом мире. Угу. И хотелось бы что-то понять про это, да? И понять, и посмотреть, и как бы осознать. Угу. Спасибо большое за представление. Миша, вы должны спросить. Миша, ну... Что? Это Миша, да? Да. Меня зовут Михаил. Почему мне интересна эта тема? Например. Вот, меня однажды спрашивали, почему бы пошли на соцфак, социологический факультет. Я сказал, мне интересно общаться с социумом. А почему тебе интересно общаться с социумом? И тут я задумался. Ну, потому что с собой пообщаться всегда есть возможность. А с социумом интересно общаться. Это интересно. Ну, я не знаю, как еще. Угу. Спасибо. Не совсем, конечно, понятно, что с социумом это представление, да? Я понимаю, что люди вокруг общества, да? Вот это. Да? Угу. Угу. И, как вы, наверное, знаете, да, из анонса, что сегодняшняя тема – это тема общения на основе теории, предложенной Эриком Бёрном «Трансактный анализ», РВД. Вот у меня вопрос. Насколько вы… Кто-то слышал об этом? Может, кто-то читал специально? Может, кто-то уже разбирал поведение? Его книги. Читали книги. Игры, которые играют люди, люди, которые играют в игры. Ага. Еще у кого какое знание этого? То же самое. То же самое. Читали книгу. Угу. Не читали, не слышали. Тогда, может быть, мы возьмем самую такую базовую модель. Я расскажу о трех состояниях личности, которые он выделил. И на основании вот этих трех частей посмотрим, как вообще происходит взаимодействие между людьми. И разберем разные типы взаимодействия. Вообще, Эрик Бёрн – это такой психиатр, психоаналитик. Он учился у Фрейда много-много лет. Практиковал психоанализ. И потом, когда он собирался сдать экзамен по психоанализу, его не приняли. Сказали, хотя у него была уже очень обширная практика, он там лет десять практиковался, но когда он решил вступить в это сообщество, официальный статус, получить как практикующего такого, ему отказали. И он ужасно разнобиделся, ушел к себе работать и решил создать что-то такое интересное, новое, нести свой вклад в развитие психологической науки. И когда он наблюдал за людьми, он заметил, что вообще теория транзактного анализа – это достаточно эмпирическая теория. То есть ее вывели на основании долгих-долгих наблюдений за людьми. И вот, наблюдая за людьми, он выделил три таких основных состояния человека, его поведения. Он заметил, что когда человек общается, у него меняется голос, интонация, меняется ритмика, меняется телодвижение, меняются слова. И он смог это систематизировать и выделить таких три основных состояния, в которых человек в течение всего дня пребывает в зависимости от каких-то ситуаций. И одно состояние называется родитель, второе состояние называется взрослый и третье состояние называется дитя. Родитель – это что такое в нас? Это, в общем-то, нормы, установки, всевозможные предписания и правила, которые мы уловили от наших родителей, от наших наставников, от людей, которые занимались нашим таким воспитанием. Взрослые состояния – это состояние аналитика, анализатора, обработки информации. Это то состояние, которое оно уже у нас само вырастает в процессе нашего взросления. И третье состояние – это дитя. Состояние такое, когда мы находимся в армонотворческом потоке или мы на компризничеем, мы недовольны чем-то. Но, в общем, различные состояния, связанные с какой-то детской, без аналитической, без всяких вот таких давлеющих догм, это просто наш вот какой-то такой поток во времени, наше пребывание, связанное с детскими такими состояниями, когда мы еще не знали, что правильно, что неправильно, когда мы чего-то хотели и кричали, добивались, когда мы чему-то радовались безудержно и радостно. И вот эти вот эмоции радостные или, наоборот, какой-то гнев, который 20 лет относится к детскому состоянию. В принципе, когда мы говорим о РВД, о транзактном анализе, когда я называю родители, взрослые дитя, у нас сразу в голове уже рисуются какие-то образы. На интуитивном уровне нам уже понятно, что скрывается за этими словами. Поэтому я вас сейчас попрошу разделиться на три группы. Вот первый, второй, третий, первый, второй, третий. Вот. И я вам сейчас дам такие листы бумаги и попрошу их заполнить. Потом мы расскажем, как бы я дополню все знания, которые у вас обжинили. Где мы можем работать? Можно положить лист бумаги на стол, можно на пол, можно туда. Вот. И заполнить вот такую вот табличку. Первое у нас здесь дитя. То есть подумать над словами и выражениями, которые ребенок говорит. Какие слова он использует? Что он говорит? Подумать над интонациями. Как это может быть? Да? Как это выражается? Ну и подумать, соответственно, над позой, над положением тела, как мы можем определить по внешним признакам, что человек находится вот в этом состоянии. Давайте, первый у нас будет Борис и Константин. Да, правильно? У меня это Виктор. Виктор, извиня. Извините. Вот. Артем и Ирина. Ну и, соответственно, Даша и Анна. Да. Давай. Так. Как вы по внешним признакам можете определить, что человек находится в стороне? Какие слова выражения используют в своей речи? Какими интонациями? Нет, кстати, очень часто встречающиеся. Интонации. Как минимум уверенно в интонации. То есть, взрослый человек, он ощущает себя целью. Правильно? Жалоба. Ну, тогда пути проявления интонации. То есть, когда он что-то утверждает, он уверен. Естественно. Когда он спрашивает, какая его интонация. Мы с родителями. Ну, наверное, да. Ребят, кому нужны дети? Ну, давайте меняемся, а то мы начнем делать детей. Нужны признаки детей. Переписывай. Что-то мы как-то это одновременно. По-моему, все перенаписали уже. Значит, интонации должны быть... Как это? По сильным... Только... По сильным уровням. Через край. Да, через край. По сравнению со взрослыми, естественно. По словам, естественно, козы. Поза, 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 поза. Что такое? Поза, поза, поза. Поза, поза, поза. Хочу, не хочу. Уверен. Поза. Поза. Поза, поза. Так, а тут у нас чего были? Эмоции. В принципе, взрослые всегда на слабости. Ты можешь написать это на зиму. Не хочу, не хочу. Сценка, надо, делай, проблема, нельзя, можно, хорошее, плохое, следует, а что скажут люди, и в кого-то такое. То есть интонации, озадаченность бывает, строгость, интонация совета, одобрение. И поза недовольства, вот, когда он там руки в боки, то есть он такой чувствуется, и указующая такая. Фантазия кончилась. Отлично. Смотрите, какие у нас бывают родители. У нас родители бывают критикующие, которые говорят, наказывают, как правильно, как неправильно, а есть у нас еще другой тип родителей, одобряющие, поддерживающие, и у них тоже есть определенное поведение. То есть как мы человека можем на вербальном уровне определить, что он находится в родительской позиции? «Ты молодец, у тебя все получится, ты справишься». Из критикующего родителя вы уже писали, почему ты опять сделал то-то и то-то, как ты мог выступить. То есть у нас из родительской позиции всегда идет оценка, мы всегда оцениваем какие-либо действия. То есть мы можем хорошо оценить или мы можем плохо это оценить. Но в любом случае из родительской позиции это у нас всегда оценка. Мы можем поддержать, можем не поддержать. По позам абсолютно верно вы все тоже написали. Еще у нас есть, если из поддерживающей родительской позы, то какая это может быть? Из родительской позиции? Это погладить, молодец, хорошо сделал. По плечу похлопать, сказать, ну ты вообще товарищ, как бы молодец. Мы одобряем, выражаем свою такую позицию. Соответственно, когда мы встречаем родительскую позицию, в ситуациях какого взаимодействия? Ну когда мы можем увидеть ее? Самое естественное? Начальник подчиненный в любом случае. Начальник подчиненный в любом случае, да, это родительская позиция. Это скорее иерархическая позиция, которая просто применяется в семье постольку-поскольку. Да, ну это просто позиция родей. Чаще всего мы встречаем начальник подчиненный и родитель ребенок. В семье еще очень часто встречается муж-жена, когда чаще всего жена в позиции ребенка, а соответственно там мужчина в позиции родителей. Он за ней ухаживает, за ней идет. Может такой, да. И бывает очень редко, но бывают случаи наоборот. Тоже такое вот. Да. Иногда случается. Это как бы такие уже, я бы сказала, несколько перевернутые, да? Мне кажется, ты можешь, молодец, супер, все. Нет? Да, ну это тоже может быть такое, да, абсолютно. Ну то есть, ну самое естественное, это когда у нас, вот правильно Артем заметил, когда у нас определена эта иерархическая позиция. Ты из этой роли себя, в общем-то, ведешь. В отношениях муж-жена у нас там не должно быть как бы особой иерархии, все-таки мы должны на равных взаимодействовать. Это в идеале, да. Но мы к этому вернемся. Нам сейчас с вами главное формировать такое у себя в голове вот эти образы, чтобы мы их четко для себя понимали, и чтобы мы потом могли их определять других, ну и соответственно уже свое поведение подстраивать. Давайте к взрослому перейдем. Что у нас по взрослому? Что получилось? Артем, Ирин? Да. Хорошо, я тогда скажу. Собственно говоря, я исходил из того, что взрослый человек, он внутренне полноценен. То есть, ему не требуется что-то просить. Вот. Он может, соответственно, отдавать только, ну когда захочет, когда попросит, там еще что-то. Соответственно, скажем так, интонации, вот если давайте начнем туда, он, во-первых, он спокоен. Да. Как минимум, да. Соответственно, это проистекает из уверенности в себе, то есть, уверенной и спокойной интонации. Он может быть настойчив, потому что он теоретически должен понимать, что он хочет. Абсолютно. Вот. Соответственно, эмоциональность я вписал, потому что взрослый человек полноценен, но в том числе должен быть полноценен эмоционально. Угу. То есть, это как комплекс, который должен быть в человеке обязательным. Ну а про какую эмоциональность вы говорите? Я говорю не про раздражительность, а про, что… С эмоциями человек выражает свои действия. Что они у него вообще есть точкам с этого. Ну, то есть, эмоциональность может быть внутренняя. Это не обязательно, что он должен бегать, подняв руки, и кричать, да. Но он испытывает эмоции. Угу. Вот. Ну и, соответственно, я интонацию как вежливость приписал дополнительно, потому что при взаимодействии взрослый человек, он контролирует то, что он делает, и ему не требуется требовать от кого-то какого-то поведения. Поэтому он ведет себя достаточно ровно. Угу. То есть, он внимателен, да, какие мы еще можем добавить. Задумчив. Он анализирует ситуацию. Угу. Если мы с вами делали действия, да, как бы вообще мы смотрим, что вокруг происходит, то в основном это вопросы какие-то. Что произошло, почему это произошло, давайте с вами разберемся. Это какие-то предложения. Я подошел, честно говоря, с другой стороны. Взрослым обычно не очень требуется говорить, если человек… Угу. Угу. Он аутист. Угу. Он обычно реагирует на ситуацию. Угу. Он на себя, там, если он что-то хочет достичь, то да, он идет. Но в обычном состоянии спокойном, это ему, скажем так, не особо требуется. Только работа по запросу, так сказать. Ну, это зависит непосредственно от ситуации, да. Мы же находимся, например, в ситуации взаимодействия какой-то, и если к нам обращается человек, и мы находимся в ситуации взрослого человека, то мы ему спокойно отвечаем на заданный вопрос по отношению к нам, да. Если нам что-то… Мы выполняем какую-то задачу, которая перед нами стоит из состояния взрослого, мы будем запрашивать информацию, мы будем обращаться к человеку с вопросом, мы будем прояснять ситуацию. Это вся деятельность, направленная на прояснение-выяснение, к тому же, как Артем правильно отвечает, в таком очень спокойном, уравновешенном, задумчивом, такой анализатор, который сидит и думает, что происходит. Кстати, сразу пытается понять позицию другого взрослого. Да. Ну, не обязательно. Если мы потом будем говорить про транзакции, это могут быть разные обращения. Но из состояния взрослого человек думает, анализирует основные такие вот функции. То есть, если мы говорим про позы взрослого… То это расслабленная и устойчивая. То есть, в каком бы положении он ни находился, он принимает положение, в котором он наиболее комфортный. Ну, вот про устойчивую я с вами соглашусь, а про расслабленную я не совсем буду согласна. Потому что, давайте вот подумаем, когда человек анализирует, может ли он быть в этот момент расслаблен? Да, может. Ну, как это вот так? Очень просто. Нет, все реагирует на самом деле. Вполне реально. Ну, вот представьте, у вас идет какой-то… Если вы уверены в себе, вам не требуется все время быть готовым к драке. Да, да, да. Тогда поза для размышления больше всего это комфортная и расслабленная, когда у тебя… тело тебя не отвлекает. Может быть, тогда лучше сказать удобная поза, когда она тебя не отвлекает. Когда она не отвлекает, она именно расслабленная. Комфортная. Комфортная. Расслабление тоже разное бывает. Некоторые же, собственно говоря, с горы прыгают, чтобы расслабиться. Да, но мы сейчас говорим конкретно вот про позицию взрослого, анализатора. Может быть, ну вот… Я согласна с тем, что он здесь спокоен, он направлен на того, с кем он общается, если это взаимодействие такое, если он находится в состоянии взрослого человека наедине сам с собой, то он как бы направлен внутрь себя. Ну, не могу сказать, что расслаблен, когда ты вот, не знаю, для меня лежишь на пляже и там… А что мешает мыслить лежа на пляже? Да, смотря о чем. И анализировать. Смотря о чем. Да, ты что угодно. Но в любом случае, по Эрику Верну, вот расслабленность, она относится к детской такой позе, к детской позиции. У взрослого состояния оно все-таки есть такое комфортное, удобное, но нельзя вот сказать, что она совсем расслаблена, что вот как-то растекся, как, не знаю, там, желе какое-то, да? То есть… Нет, я не это имею в виду, но ладно. Ну, может быть, тут у нас недопонимание в таких именно терминологиях… – У меня есть терминология… – У меня есть терминология. У меня есть терминология. У меня есть терминология, когда… Вот вы излагаете информацию, у вас уже комфорт, расслабленность… Вы знаете текст, вы знаете, о чем вы говорите. – Да, но я не могу сказать, что я расслаблена, как бы… – Ну, это потому, что люди… – Ну, это напряжение, да. – Да, нет напряжения, да. – Да, помню. Ты человек устойчив, да, тебе комфортно, ты как бы сосредоточен, да, ну, вот такие вот давайте берем. Ну, и, соответственно, интонации, славовыражения, позы проговорили. То есть, когда человек… Мы взаимодействуем с позицией взрослого, мы направлены на того, с кем мы взаимодействуем. То есть, мы внимательно слушаем, мы смотрим на человека, ну, как бы подстраиваясь, да, и находимся, обращаемся конкретно к тому, с кем мы взаимодействуем. Угу. Так, дитя, расскажите, что у вас получилось, какая картинка? – Ну, сейчас получилось. – Ну, ребёнок, в отличие от взрослых, родители, соответственно, более эмоциональный. Если у него какие-то… он чем-то недоволен, соответственно, это какой-то каприз идёт или ещё что-то. Если он чем-то доволен, то это наоборот, там, улыбка. То есть, интонации более выражены, так скажем. – Да, более бурные такие. – Ну, поза уже была тут расслабленная, естественно. Ну, и слава, выражения просто категоричные, как это хочу, не хочу, буду, не буду, хороший, плохой, ну, в таком плане. – Угу. – Ещё есть у кого-то что-то добавить? – Ура, мне кажется. – Ура, браво, как здорово! – Ну да, то есть, вообще, ребёнок – это просто естественное проявление жизни без фильтра, без программ установок каких-то. – Угу. Вот, согласна абсолютно. – Беззаботность. – Беззаботность, да, ты, в общем-то, ни о чём таком не думаешь. И как у ребёнка схожесть вот с состоянием родительских, потому что там тоже есть два типа ребёнка. Есть такой капризный ребёнок, который что-то требует, постоянно «хочу», «дайте мне». Есть такой радостный, играющий ребёнок, и исходя из этого мы с вами, ну, увидим, как происходит взаимодействие. Значит, мы с вами сейчас сформировали для себя в голове три таких вот образа, эго-состояния называет их Бёрн, которые присутствуют в каждом из нас постоянно, в разное время, в зависимости от того, какой деятельностью мы занимаемся. Классически транзактный анализ РВД изображают такими тремя кружочками, находящимися один под другим. Первый кружочек – это Р, второй кружочек – В – взрослый, и Д – дитя. Это структура личности, можно так сказать, упрощённая, понятная дитя. А? Дитя. Это бессознательное моё сейчас вынесло, наверное. РВД – это структура личности одного человека. Чтобы нам разобрать, как происходит взаимодействие, мы с вами нарисуем вторую такую же структуру второго человека. Тоже Р, В и Д. Транзакцией называется то, что происходит между людьми. Одна единица общения. Да, то есть вот этот обращается к этому, вот она произошла транзакция. какая-то стрелочка. Р, например, обращается. А? Всё ли понятно, есть ли по этому какие-то вопросы? Называется транзакция. Ответ человека называется тоже транзакцией. Транзакции бывают двух видов. Параллельные, дополнительно параллельные. Когда к тебе обратились из РР, ты как бы РР и ответил. Давайте подумаем, примеры таких транзакций кто может привести? Когда мамы разговаривают о детях, они все равно находятся в состоянии родить. Да, они говорят, ой, я вот сегодня, у меня ребенок, я очень переживаю, сегодня как-то он там покушал очень плохо, говорит, ой, а мой-то вообще и огурцы не ест, и помидоры не ест, вообще не знаю, чем кормить. У нас дороги в городе растолбанные. Да, вот, например, вообще невозможно, что творится в нашей стране. Просто невозможно на это смотреть спокойными глазами. Вот в черноголовке дороги невозможно, какие ездить. Да, вообще дороги, сколько лет нам их уже не чинят, и почему? Вот разговор двух родителей на тему, ну, какие-то темы. Что мы делаем в этот момент? Мы обсуждаем кого-то, да, мы оцениваем действия, оцениваем ситуацию. Вот, у нас идет такая. И это называется дополнительно. Я к тебе обратился из РР, ты посмотри, да, вот что. Да, вообще невозможно. Вот, нормально произошло. Мы друг друга поняли. Все довольны. Все довольны, все хорошо. Давайте посмотрим, как у нас происходит на ВВ. Как вы думаете, как эта транзакция может быть, как это общение? Ну, могу попробовать по аналогу тех же дорог. Ну, давайте. Один взрослый подходит и начинает указывать на конкретную проблематику, а второй начинает спрашивать, сколько они делают, а кто это должен делать. В этом году из бюджета города будут выделены на землю дорогу. Да. А сколько выделено денег? То есть они не занимаются обсуждением реакции на плохую дорогу, а занимаются обсуждением, собственно, конкретной задачи и как она выполняется. Да. Мне бы хотелось, я считаю, что у нас дороги находятся в плохом... Нет, это из родительской позиции. Что можно сделать, чтобы починить дороги в Черноголовке? Нужно там собрать такую-то сумму, да, или обратиться Да, или отдалить всех жителей из дорог, чтобы они там не были. Ну, это уже в R позицию переходим. Если смотреть, ну, рабочие какие-то ситуации брать, например, Аня, ты не знаешь, где лежит этот, там, документ? Он лежит в такой-то папке на таком-то компьютере. Все, отлично, поговорили. Д. То есть экшелы не происходят, поэтому все недовольны и конфликты высекают. Нет, происходит, вот вы, 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 поговорили, да? Ну, мы сейчас разберем с вами пересекающиеся, да, но в качестве... Ну, нет, давайте не будем забегать вперед. Сначала посмотрим просто вот дополнительные такие, самые интересные, да, это когда у нас происходит пересекающиеся, и там вот конфликт, в общем-то, и недовольство друг другу возникает. Давайте посмотрим ДД. Как на ДД? Какие клёвые дороги, можно лужи мерзнуть. О, да, смотрите, какая яма на дороге, можно на нее встать, попрыгать. Собственно, оба прыгают в лужах. Стандартные ситуации, все помню из детства. Да, ДД – это когда мы общаемся с друзьями, расслабленные, радостные, да, происходят какие-то события, мы приятно проводим время. Давайте вот попробуем просто в качестве зарядочки такой сделать поздороваться из Р позиции, из В позиции и из Д позиции, и увидеть, в чем будет разница. Вот просто по очереди. Давай тогда Константин… Борис. Борис. Я сегодня с Константином какой-то Виктором. Борис. Astro. Борис. И из позиции Р поздороваться. Привет, что у тебя сегодня случилось? Ты суп поел? Поздороваться. Привет, что у тебя случилось? Что хорошего там? Что случилось? Это какая позиция у нас будет? Привет! Ребёнок, да. Как у нас поздороваются родители? Давайте про позы сразу вспомним, да, какие у нас мы там. Как родители здороваются? Ну, как вот из родительской позиции нам поздороваться? Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Приятно увидеться. И взрослая позиция? Ну, это скорее вот и была взрослая позиция, когда с уважением друг к другу люди относятся, но при этом друг к другу ничего не хотят. Ну, смотри, родительская позиция. Здравствуйте, Николай Николаевич. Она просительная, либо утвердительная. А вот как? Добрый день. Есть разница? Да, есть. И вторая из них. Какая вторая? Вторая это детская была. Детская? Нет, нет, нет. А в чём? Привет! Не надо путать неконтролируемую эмоциональность. И когда ребёнок подходит, он практически всегда что-то хочет, получить какой-то отклик. Соответственно, он принимает всем своим организмом позу для этого отклика. То есть она либо просительная, либо она агрессивная, либо она ещё какая-то. Ребёнок всегда не одинаковый. И он никогда не находится в стабильном состоянии. Ну, вот если про позу говорить именно о здоровании, то как мы по словам отличаем взрослый? Добрый день. Здравствуйте. Да, но у нас ещё мы будем считать, считывать вот именно по такой невербальному, да, положению тела. О... Из взрослой позиции мы никогда не скажем «привет». Нет. Ну, мы можем... Ну, вот попробуйте даже вставить. Мы можем просто кивнуть. Скорее, обычный кивок и протягивание руки, там, в мужском случае, это... Это может быть, да. Это чаще всего. Да, а если, может быть, кивок из-за родительской позиции? Ну да, конечно. Призрительный и оценивающий. Да, оценивающий, отработанный жест. Соответственно, взрослая позиция, мы всё равно, как бы, чем родительская будет сейчас? Она всегда оценка, да, ты немножко, как бы, вот так вот сверху будешь. Взрослый, ты всё равно стараешься, как бы, обратиться к человеку. Да, ничего не прося, абсолютно точно. Ничего не ожидать. Ты просто, как бы, выражаешь ситуацию, обозначаешь, что ты есть, здороваешься. Ребёнок – это всегда эмоции, да. Ну да, или там, привет, всё равно у тебя буря, да. У нас, вот как мы здесь описывали, она более, как бы, такая эмоциональная, более выражающая позиция. Для чего нам это нужно? Понимание такое. Давайте перейдём. Когда у нас происходит взаимодействие на таком уровне, да, когда взаимодополняемая это называется транзакция, у нас ничего особенного во взаимодействии не происходит. Все удовлетворены. Ты обратился в позиции R, тебе также обратились, ты, в общем-то, доводен. Давайте рассмотрим. Есть ещё взаимодополняемые позиции, о которых мы с вами не проговорили. Да? Эта позиция называется на равных, потому что ты обращаешься к родителям, тебе родитель отвечает. Ты к взрослому, тебе взрослый отвечает. Ты к дитю, тебе дитя тоже отвечает. Есть ещё другие варианты транзакции, да, когда у нас родитель обращается к дитю. Сверх называется. Дитя отвечает. Да? Это тоже параллельно, как вы видите, не пересекающийся, да, и тоже абсолютно нормально, всё, кто что ожидал, тот это получил. Какие такие виды взаимодействия мы с вами можем вспомнить? Ну, типичные между родителями и детьми. Угу. Да, типичные между родителями, типичные. Ну, не знаю, родитель. Маша, ты мне распечатала документы? Ну, это может быть РВ. Да, тут надо посмотреть. Ну, вот конкретно это, да, если... Да, папа! Ну, я имею в виду начальника и секретаршка. Да, ну, это скорее РВ, да, будет такая вот детская. Ты почему опять опоздал? Ой, сапоги... Да, ой, я проспал. Ну, в общем, завтра штраф с тебя там 10 рублей в копилку вообще. То есть, РД, понятно, да? Соответственно, какие у нас еще, может быть, ну, с дополнительной позиции? РВ, да, взрослый родитель, позиция начальника обращается к своему там подчиненному. Маша, вы мне распечатали документы? Да, распечатала, а они лежат там-то. Вот, все понятно, да? Это зарплата. Идите отсюда, вы ничего не заработаете. Ну, это уже... Нет, это ВР. Чаще всего. Какая, какая? ВР. Ну, про зарплату и идите отсюда. Ну, нет, идите отсюда, это точно не к В, это точно к Т. Нет, это от В к Э. Так, давайте разберем, ну, конкретную какую-то, давай, Артем. Вот совершенно конкретная ситуация, да, там, когда подчиненный, чувствуя как бы себя, как В, на Пане приходит, что что-то полагающееся себе, начальник на него может отреагировать. Нет, это не обязательно. Ну, давайте разберем, конкретно, подчиненный В идет к начальнику, что он говорит? Где мои деньги? Зарплата. Ага, где мои деньги? Насколько это позиция ВР? Насколько это позиция снизу-вверх? Вот смотрите, да, у нас тут есть параллельные позиции, есть пристройка сверху, да, когда мы РД или РВ, когда мы как бы находясь... Насколько на ВР, это в любом случае соблюдение иерархии. То есть ВР, он в любом случае будет соблюдать иерархию, где бы он ни находился. Соответственно, его личное отношение к руководству никаким образом не мешает соблюдению иерархии. А это сейчас было соблюдение? Да, вот вопрос. Вопрос такой, что он как ВР пошел нормально спрашивать, то есть с чем связано отсутствие. Отлично, отличный пример, я его очень хочу разобрать. Смотрите, давайте. Р, В и Д. Р, В и Д. У нас есть, вот он у нас подчиненный, да? Он решил в начальстве узнать, где его деньги. Артем озвучил вопрос, что его из В. Где? Ну, и является ли это позицией из В? Нет, нет. Где мои деньги? Нет, есть определенные... Родители пришел спрашивать. Да. А мне кажется, это гнадлый ребенок, честно говоря. Я считаю, что это норма, потому что есть, скажем так, если он соблюдает иерархию, это иерархия протирается... Есть у вас три разделения личности. Не только между людьми, это структура, это все равно структура, в любом случае. Ты всегда будешь спорить, я знаю. Выплата зарплаты, это тоже структура. Я согласна. Есть сроки, есть суммы, есть отношения, есть позиция. Это все равно... Если честно, то есть какая была у вас позиция. Да, да, да. Это в любом случае. Любое нарушение структуры приводит В в состояние того, что ему нужно либо выяснить, либо починить. Так, не совсем понимаю вообще. Смотрите, у нас в структурах человек, правда, находится в состоянии РВД. Вы меня спросили, почему В, вообще, тот, кто идет просить, почему он В. Мы разбираем ситуацию, когда человек на работе, и у него возникает какое-то непонимание. Поэтому он начинает себя вести как В. Если у них потом разовется скандал, конечно, это может быть ДР. Отлично. Артем, я абсолютно так могу сказать, но у меня вопрос-то в другом. Когда человек, как В, Артем считает, что это из В, когда человек идет к своему руководству, где мои деньги? Является ли это позицией из В? Вот вопрос. Артем, нету В. Какой В человек? Все мои деньги. Человек в трех состояниях. Р, В и Д. Он взрослый, он не значит, что он просто взрослый. Да, не значит, что он взрослый. И когда он идет к директору, он может как дитя обращаться к родителям. Он может как родитель к дитям. Когда он идет к директору. Подождите, мы начали с того, что мы начали рассматривать конкретную ситуацию. Р, В. Зачем вы сейчас сюда вплющиваете все остальное? Давайте Ренегрет сделаем. Вот, смотри. Мы сейчас разбираем конкретную ситуацию с твоим вопросом. Когда ты сказал, что человек... Это была позиция родителя. Из позиции В. Да. Идет просить свои деньги. Позиция В. Мое увидение такое. Когда он из В действительно спрашивает про свои деньги, он приходит к руководству и говорит. Здравствуйте. Я бы хотел поговорить по поводу своей зарплаты. Меня там не устраивает. Или меня... Это позиция В. Если человек приходит и говорит, где мои деньги? Это не В. Это уже позиция. Это явно, что пристройка сверху. Он что-то требует. Или вот отсюда, или отсюда. А может быть еще есть Д. Когда он приходит, говорит, я так мало получил. Я еще раз попробую объяснить, почему. Я считаю, подобное, скажем так, я не говорил про интонацию. Я говорил про подобный вопрос. Почему это позиция В? Устойчивость мира В базируется на том, что у него все просчитано. Я какого В? Перевожу. Можно? Значит, Артем говорит о том, что мотивация пойти и спросить, где твои деньги, это из В. А то, каким тоном, он вообще об этом умолчал. И дальше мы сами дофантазировали. Ну, может быть. Да. Может быть. Но. Но. Смотрите, как интересно это получается. Я тут что-то описывал. Это вообще суперский. Почему? Потому что, как правило, мы себя в голове так и представляем. Я такой весь В. Сижу на работе. Думаю, пойду-ка я спрошу про свои деньги. И я себе представляю, что я как из позиции В по-настоящему хочу броситься и спросить и узнать, что же с моими деньгами, почему я их не получаю. Конкретно и ласково, ну не ласково, как бы по-взрослому, да, на уровне В. Обсудить этот вопрос. У тебя в голове такая прекрасная картинка. Но когда дело доходит до действий, ты не можешь это нормально выразить. Ты демонстрируешь совсем другое поведение. И руководство, которое ожидает, что ты должен как раз прийти, вот из ВР обратиться, да, а тебя получает вот такое вот, очень удивлено. И тоже начинает вести себя не таким образом, как ты запланировал. Кто у нас тут работает вообще-то? Нет, а может получиться ситуация, что как бы В обращается именно с позиции ВР, то есть уважая структуру иерархии, но ответ он получает именно как от Р. То есть на него начинают транслировать либо Д, либо такое же Р. Согласна. Но никак не В. Это обычно психологическая такая ловушка. Согласна. Я, знаете, что предлагаю, когда мы говорим, как бы может быть так, может быть так, может быть вообще по-разному абсолютно. Поэтому так как мы с вами стараемся здесь сейчас научиться отличать вот эти вот стили, давайте мы будем проговаривать конкретные фразы и поведение, чтобы мы могли видеть, как это происходит на самом деле. Потому что я согласна, что могут быть абсолютно разные ситуации, что может быть и ВР, и ЭР, и они могут пересекаться. Нам надо с вами научиться видеть, как это происходит, чтобы мы потом свое поведение тоже могли... Стесняюсь спросить, а почему вопрос, где мои деньги, относится к категории родителя? А не как категория дитя, который не осознает субординации. А мне, честно говоря, кажется, чтобы в этот момент, вот именно фраза «Где мои деньги?», если брать интенсионную, там происходит такая очень интересная сублимация, когда «Р» сразу превращается в «Д». То есть каким-то образом он начинает воспринимать ситуацию, как от него начинает что-то просить и реагировать при этом как капризный ребенок. Может быть, абсолютно согласна. Мы просто идем с вами в такие уже глубины. В транзактном анализе это есть, что вот этот вот такой требующий родитель, что на самом деле он рождается, как Эрик Бёрнг думал, из фрустрированного ребенка, который в панике не знает. Давайте мы с вами вот в такие дебри не будем лезть, просто нам надо увидеть, как хотелось бы залезть. Ну, дальше. Давайте немножко сдвинемся с этой, посмотрим перекрестные. Артем, есть какие-то дополнения, просто не слышу, что вы говорите, поэтому… Нет, все хорошо. Можно вслух это озвучивать, если… Я попробую. Когда у меня сформируются цельные мысли, я попробую. Хорошо. Итак, мы с вами сейчас поговорили о том, о дополнительных транзакциях, да, есть одноуровневые, когда называются на равных, как мы здесь синенькими черточками, да, нарисовали. Есть транзакции тоже дополнительные, но называется пристройка сверху. Когда ты из верхней позиции, R или V, обращаешься ниже, да, из R – V, из R – D или из V – D. Называется пристройка сверху. А есть еще пристройка снизу, когда ты из какой-то вот две позиции обращаешься к… Не дайте денег. Да, подайте, пожалуйста. Или, ну там, ребенок, ой, я мам, я не знаю, что я делал, я потерялся, помогите, спасите. Или подчиненный какой-то, ой, я столько всего натворил, я даже не знаю, как с этим разобраться, помогите мне, пожалуйста. Ну ладно, давай помогу, делай так и так-то, да. Соответственно, у нас из D – R, из R – D. Тоже никакого конфликта нет. Но, соответственно, из V – R, это вот, который сейчас мы случай с вами разбирались с деньгами, да, когда подчиненный действительно хочет понять, что у него там зарплата или еще, но из позиции V, да, нормально, так, здравствуйте, хочу, там было спокойно, уравновешно, ну, обращается к R, ну и отсюда говорит, да, я понял ваш вопрос, мы разберемся с этим, там, давайте завтра. А почему это не ответ взрослого? Почему это не ответ взрослого, а ответ родителя? Ну, потому что, как бы, родители отвечают, я понял ваш вопрос, я завтра вам дам ответ. А как будет, если взрослые-взрослые в этой причине? Ну, если взрослые-взрослые, то, ну, это сама ситуация определена тем, что ты из V – R подстраиваешься уже, да, потому что V в любом случае соблюдает иерархию, потому что он V, он находится на этой позиции. А если организационная структура плоская? Да неважно, как это? А если он бухгалтер пришел, а он директор? В любом случае, любой социум выстраивает иерархию, даже если структура плоская, все равно там будут шишки и янки. Да, иерархия, она всегда присутствует. Я поняла, Маша, давай девять бабло. Это из какого? Да, мать, да. Человеческий социум не терпит ровных поверхностей. В любом случае, есть тот, кто хочет больше, и есть тот, кто может меньше. С этим я спорить не буду, это абсолютно такое аксиома, можно сказать. Давайте с вами двигаться дальше и посмотрим, приближаемся к самому интересному, это к перекрестным транзакциям, когда мы получаем в ответ не то, что мы, в общем-то, хотели. Смотрите, еще раз. А, то есть конфликта нет, если родители обратятся к ребенку, а ребенок с детской позиции ответит. Да, никакого абсолютно конфликта, вот они параллельные, нигде не пересекаются. И все пригласит. У них без конфликта иерархии. Все друг друга понимают. Ну, да, по сути, это как бы не определенная какая-то. А отцы и дети? Давайте посмотрим, что у нас может происходить, когда происходит конфликт или когда происходит некоторое недовольство друг с другом и взаимодействием. Э, В, Д, Э, В, Д. Давайте родить. Ты почему на работу сегодня опоздал? Он говорит, а ты почему? А почему меня, почему вообще об этом спрашиваешь? Какое твое дело, да, или... Транспорт плохо ходил. Все, конфликт. Все, ага, до свидания. Можно посмотреть на сайте, будет записи? Не знаю. Я надеюсь, что будет, да. Хочется, досмотри уже. Очень интересно, спасибо огромное. Да, счастливо. Ага, свидания. Так, К, Р, Д, Р, Д. Ну, вот здесь у нас уже конфликт на равновесие, там может понести. Давайте разберем дальше, а потом посмотрим, что может еще происходить. Итак, Р тоже такую же рассмотрим, Р обращается к Д. Ты почему на работу сегодня опоздал? Не твое дело. Нет, не твое дело, это тоже из-за рта. Ты почему на работу опоздал? Не твое дело. Ты почему на работу сегодня опоздал? Транспорт плохо ходил. Ну, как бы ты из уровня МЭТ обращаешься к ВЭР. Да, то есть ты передаешь просто информацию, спокойно, нет. Человек не этого ожидал, да, он тебе... Ты сходил, как это моя преподаватель говорила, ты ходишь Е2, а он тебе в огороде бузина. Не та игра, да, получается. Ты не этого ожидал. Ты сходил, хотел оттуда же пристроить, но не получил. Ты почему на работу сегодня опоздал? Пойдем чайку попьем. Тоже, да? Соответственно, ты ходишь по одному, а тебе отвечают по другому. Тебе ты предлагаешь играть, как бы, в шахматы, а тебе предлагают давай карты. Дурачка, да. А это, получается, очень эффективный метод коммуникации, наверное, да? Какой именно? Самая фишка вот эта вот. Нет, ну, где человек идет на конфликт, ты хочешь поругаться. Ты ему... Ну, смотри, когда человек из РД обращается, он, в принципе, может, не хочет идти на конфликт. Он ждет, а ты так же ответишь. Ты почему сегодня на работу опоздал? Ой, извините, пожалуйста, правда, транспорт плохо ходил, да? Ты как бы показываешь, что ты согласен с его. То есть ты можешь ответить за это, нет никакого конфликта. Конфликт случается тогда, когда ты отвечаешь не тем, что от тебя ожидают. Или конфликт случается тогда, когда ты ходишь едва, а тебе отвечают тоже не тем, что ты ожидал. И здесь возникает такая фрустрация у человека, возникает диссонанс и непонимание. И это происходит вообще всегда в любом случае. То есть если ты ожидаешь одного отвечать по-другому, как бы ты не был к этому готов, как бы, чтобы у тебя каких мыслей об этом не было, как бы ты вообще не был там психологически проработан, ты всегда будешь испытывать стресс и дискомфорт от этого, от того, что тебе не так. И если бы мы с вами снимали видео... Я снимала загадочная женщина вот сейчас. Что? Ну вот это умение отвечать про бузину. Ну это не совсем загадочная женщина. Давайте вот про загадочную женщину ты можешь примерно привести конкретный вопрос, а мы рассмотрим конкретный ответ и посмотрим, что такое загадочная женщина. Ну вот смотрите, первое совершенно... больше всего для нас стресс вызывает эта ситуация неопределенности для человеческого организма, для мозга. Когда мы попадаем в ситуацию неопределенности, не понимаем, для нас это вызывает стресс, дискомфорт и непонимание. Вот здесь, когда нам отвечают не тем, что мы ожидали, но как раз испытываем ситуацию такой неопределенности, непонимания. Мы растеряны, фрустрированы, не понимаем, что же это происходит, и мы стараемся как бы выйти, ну дальше как-то коммуницировать. И здесь возникает уже конфликт. Вот эти вот ситуации Эрик Бёрн назвал уколами. Когда у нас идет пристройка сверху, ну или вообще снизу, а тебе отвечают не так, как ты ожидал, у тебя получается как бы угол такой, как вот здесь вот. И вот эти ситуации он называет ситуацией укола, да, такая уколкость, подкол, да, он как бы в языке очень выражен. Вот эта вот ситуация, когда РД, РД, это уже ситуация войны и серьезнейшего конфликта. Вот эти ситуации, пока у нас такие вот уголочки как бы во взаимодействии, оно, они не такие как бы страшные. Люди могут на этой волне продолжать еще там коммуницировать, испытывать некоторые дискомфорт и недовольства, но тем не менее их коммуникация будет развиваться. РД, а в этой ситуации, ситуация переходит в ситуацию такого как бы конфликта, да, и конфликт не интересов конкретных, а именно конфликта как базовое такое понимание недовольства своим взаимодействием и недовольства того, что ты получаешь, да, вообще неудовлетворенностью такой. Вот, типа, почему у нас в отчетах не те цифры стоят? Почему не те цифры стоят? Вы что, не видите, я все это все исправил? Нет, не вижу, я вам отправлял. Вы что, меня за идиота держите? Нет, я не держу вас за идиота. Ну, вы почему не можете посмотреть? Все, да, это конфликт, разругать люди уйдут. Как вам кажется, что можно делать, чтобы эти ситуации конфликтные такие вот... Отвлекать, отвлекать, тупо, как в ситуации с ребенком, который плачет, птичка полетела, смотри, рыбка поплыла, и все. Ну, давайте вот, на первый взгляд, да, кажется, что если к тебе обращаются из, там, ну, сверху или из РД и так далее, да, и тебе некомфортно от этого самому, то, что не этого ждал, да, отношений, то тебе на первый взгляд кажется, что надо подстраиваться, да, то есть выстраивать такую же параллель, да, но это только на первый взгляд, потому что таких ситуаций, когда действительно, когда к вам обращаются не с тем, что вы ожидали, это бывает не так, ну, как бы, вернее, это бывает редко, но не так часто мы можем подстроиться под эту ситуацию, не так часто нам хочется это сделать, да. Например, ситуация какого-то социального взаимодействия, когда мы приходим к какой-нибудь тетке, там, из ЖЭКа, которая сидит и говорит, что пришел, как бы, не видишь, у меня 5 минут осталось, сейчас двери закрываются, сейчас 5 минут пришел, и легче тебе самому что сделать? Как правильнее поступить, чтобы быстрее вот сократить все? Говорит, ой, извините, пожалуйста, у меня буквально вот одну справочку, и все, и с тобой, ну, ты подстроился... Кто-то развернется и уйдет, кто-то тупо развернется и уйдет. Ну, кто-то развернется и уйдет просто потому, что он не захочет продолжить эту коммуникацию, да? Да, но если вот ты пришел, а тебе нужно эту справку получить, ты можешь подстроиться? Ты понимаешь, что тебя хотят, когда она вот так, РД? Ну, да, в общем... Ты понимаешь, что, как, в чем ее коммуникация, ты можешь подстроиться, сказать, я все, пожалуйста, очень нужно, я вижу, что вы такие, у вас глаза добрые, дайте, пожалуйста, сырочку. Ты можешь подстроиться, не ущемляя чувство собственного достоинства, да, потому что ты делаешь это осознанно, потому что твой осознанный выбор повести в этот момент таким образом, чтобы добиться той цели, которая перед тобой стоит. Но бывают такие ситуации, когда мы не хотим, да, вот так вот подстраиваться, потому что это будет потом, ну, это какие-то рабочие ситуации, житейские ситуации, да, и нам нужно по-другому как-то выстраивать общение и коммуникацию. Как вы думаете, что делать? Вот мне понравилась идея с нижним, то есть, если обратились РД, то обратиться ДД. Да, интересно. РВД. РВД. Ну, например. Ну, вот, например, прощание. Как это муж к жене, да, обращаться, вот, Аня прошла, там, Мин, ты не знаешь, где мои часы лежат? Что он ожидает услышать? Я не знаю? Или лежат на комоде вон там? Я говорю, краем глаза, где ты видела, вот лежат. Да. Ну, я не знаю, или они лежат вот так вот. Он ожидает. А он говорит, почему ты вечно свои вещи раскидываешь? Почему я должна знать, где твои вообще часы лежат? И вот бедный муж получает, как бы, вот так вот. Ничто не прилетел. Да. Таких ситуаций у нас с вами очень часто бывает, да? Мы с вами на одном уровне, обращаемся, нам бьем, там, сверху. А вот интересно с вами обсуждать, как вы считаете, какая самая распространенная позиция вообще вот среди взрослого населения? Родители, мне кажется. Да, самая распространенная, мы очень часто в своей жизни занимаем такую родительскую позицию. И из этой родительской позиции действуем, ведем себя по отношению даже к тем людям, по отношению к которым мы, по сути, не имеем права, у нас нет таких полномочий вести. И, собственно, на этом месте вот возникает такой конфликт. Ну, вот что делать к мужу, если он хочет сохранить отношения, а если сказать, чего ты там опять ко мне пристала, чем ты вечно недовольна, да, там, и все. Ну, а если использовать термины вот РВД? Упорно гнуть свою линию ВВ. Абсолютно верно, да. И знаете, почему это, как бы, работает? Потому что внутренне все люди, они ощущают правильность. Да, это как бы вписано. То есть, о том, что я думаю, мне, честно говоря, не хватает параметров ВВ. Я бы добавил. Каких? Вот если разбирать данную конкретную ситуацию, вот, то, что сказал Борис, о том, что гнуть линию ВВ, там у меня получается, как минимум, еще два варианта. Потому что, ну, как у меня сформировались такие понимания, ВС и ВЗ. Это что значит? Поясню. ВВ – это взрослый и сочетание взрослого, сильного человека, из которого все исходит. То есть, по сути, можно его изобразить, как… Можно эту… Да, да, это специально. Его можно изобразить, как вот этот кружочек, вот такой вот. Вот. И это ВС. И есть позиция ВЗ. Можно еще раз пояснить, потому что не очень понятно. Сейчас поясню, я прочерчу все, да? Угу. Можно потом список с пользованием литературы? Нет, я в своей мозге ничего-то не хочу. Нет, у меня такое ощущение, что Артем читал Арика Бёрна, потому что у него там… Нет, я не читал никогда Арика Бёрна. Поясню я позицию ВС и ВЗ, почему я их создаю. Потому что, по-моему, существует два типа взрослого, как минимум, их, наверное, может быть и больше. Вот, но такого яркого. То есть, взрослый является взрослым, потому что он ограничивает сферу влияния на себя. То есть, его сила сконцентрирована на том, чтобы оградить, скажем так, влияние. Вот. И, соответственно, он может принимать вот эти позы, интонации, о которых мы писали, потому что он себя защищает. Вот. Соответственно, внутреннее свое состояние он просто стабилизирует. Вот. Оно не меняется, он просто сглаживает углы, оно там как-то эмоции убирает, просто может прячет в ящичек, еще что-то. И позиция ВС – это взрослый сильный. Сила у него не от того, что он себя защищает, а из-за того, что внутри него есть некоторое понимание, и он может являться источником. То есть, он корректирует окружающее пространство в связи со своими, ну, естественно, возможностями, конечно. Целями. Целями, возможностями и еще остальное. Так что, я считаю, что вот в ситуации, вы пришли, там, в дом управления вам хамят, и взрослый, он может реагировать двумя способами. Первый взрослый, он, во-первых, начинает собой управлять уже ситуацией, то есть, позиция Р или Д, она в любом случае ущербна. Соответственно, при нахождении рядом с ним взрослого сильного, уже и Р, и Д будут корректировать сами свое поведение, потому что у Р и Д есть пики вниз, вниз, вверх. Смотрите, родитель. Предположим, вахтерша находится в родительской ситуации. Родитель, он всегда тоже пытается корректировать поведение. У него как есть плюс в виде подлаживающих, так и минус в виде вот такого начальника. Вот, соответственно, ну, соответственно, по ним по всем можно ввести также ВС, ВЗ, там, РС, РЗ, там, да, защитный, ну, скорее всего, слабый я просто вел бы, не защитный, а слабый. Вот, и, соответственно, если внутренне сильная, вот, целость на человека будет воздействовать на, скажем, позицию родителя, то родитель все равно будет колебаться, выбирать, так как Д уже не подходит, он с ним не может взаимодействовать, как с ребенком. Он немножко в этот момент потеряется, и он тут же начнет вычислять, а как ему действовать, как родитель. И, соответственно, если он... Это вы прошло сейчас. Ну, вот представьте, вот банальная ситуация. Ситуация, вы пришли в дом управления. Вот, вам хамят. Ну, да, давайте прямо конкретно. Вот прямо, Артем, как вот, ты пришел в дом управления, что ты хочешь, что ты говоришь? Кому? Нет, я... Нет, обратная ситуация. То есть я пришел, дайте мне, пожалуйста, справочку. Вы мне говорите. Ты у меня пять минут... Да, у меня пять минут до закрытия, никакой справки я уже не дам. Пять минут до закрытия, да? Взрослый, сильный человек, он, собственно, во-первых, уже принимает позу, в которой... Угу. Нарисуй, давайте. РВЗ. Вот, Артем пришел, как бы, попросил из позиции ВВ, да? Да, дайте, пожалуйста, справка мне нужна. А я такой, ой, она говорит, нет, никакой справки я не дам, у меня пять минут до закрытия. Что дальше? Вот, здесь, соответственно, в зависимости от того, какими ресурсами обладает данный человек. Если он защищающийся, он начинает апеллировать, ну, как бы, ему, он как взрослый, ему надо получить результат. То есть ему нужен не скандал, ему нужен результат. Он может начать апеллировать, во-первых, к времени, там, ресурсам. Ну, как это будет происходить? Вы, во-первых, на месте сидите, вы работаете, и вообще, собственно говоря... Ну, такой из РД. А вы чем тут занимаетесь? Ваше время работаете? Нет, нет. Нет, нет. Давай вот как, конкретно? Аргументированная позиция. То есть позиция РД, она может быть не аргументирована. А здесь ВЗ, ну, скажем так... Ну, как это происходит, там, чтобы увидеть картинку? Что он конкретно говорит? Ну, конкретно, я вам там не дам справку, потому что... А, например, вот взрослый точно знает, что справки выдаются в этом месте, ему говорят, что нет, не выдаются в этом месте. Он начинает, предположим, апеллировать к какому-то подзаконному акту и говорит, ну, вы же вот так называетесь, вы же вот так вот делаете. То есть он аргументированно подходит к своим и не дает работать с позицией Р. Он не разрешает эту позицию использовать. А, ну, это получается... У вас же осталось целых пять минут, вот давайте, вы, типа, успеете. Так, я поправлю? Скорее нет. Нет, это уже больше идет к позиции В, которая начинает уговаривать человека, в принципе, но с такими же аргументами. Если ты вот пришел, а тебе вот так вот РД, и у тебя какой шанс получить эту справку, если тебе не хотят давать? Только если ты пристроишься в данный момент из этой же позиции. То есть сделаешь то, что от тебя ожидает. Я говорю, Р начинает колебаться. Я и говорю о том, что Р, человек... Понимаете, если бы мы работали только в этих трех типах, то понятно. Вопрос в том, что они в человеке постоянно хаотически меняются, в зависимости от настроения. Да, и часто это не происходит неосознанно. Такой, как у ВС, у сильного, у него есть возможность откректировать родителей. Какого сильного? Он может тоже сказать, блин, я сейчас пойду к вашей начальнице, потому что она моя знакомая, и... Да, и справочку вы мне выдадите. Соответственно, он пойдет на конфликт, РД обратно. Но я говорю не об этом. Какой ВС, какой ВЗ, я пока еще не очень понял. Еще поясняю, это личное воздействие каждого человека. Можно выбить человека из его позиции просто своим собственным поведением. С поведением. Абсолютно точно. Только это не за одну интеракцию происходит. Вот как бы в позиции, если у нас осталось 5 минут, и нам надо срочно что-то вот прям решить, то мы своим поведением, нам вряд ли у нас это получится, потому что это короткий промежуток времени. А нам, чтобы этого человека сместись на ту позицию, нам нужно бредить. Нет, ну вы просто взяли почему вот эти 5 минут? Я согласна, это очень верное замечание. И вот тоже Борис верно сказал, что нам нужно... То есть как бы по логике, когда мы смотрим на это, да, вот как мы видим дополнительные тетради, нам кажется, что она у нас все время подстраивается, и как бы у нас тогда не будет конфликтов. Ну тогда что в этом случае происходит? Тогда это РД чисто. Я же пояснял именно свою позицию, откуда они у меня взялись и куда они денутся в итоге. Да, и если мы будем постоянно подстраиваться, то мы просто не достигнем тех целей, которые перед нами стоят, да, вот как у взрослого человека у нас есть там какой-то... А чтобы нам достигать все-таки цели по жизни, которые перед нами стоят, мы своим поведением смещаем вот эти вот коммуникации. То есть нам РД мы можем подстроиться из ВР, то есть отвечать не из позиции Д, да, а из позиции В. И все время как бы соблюдая вот эту вот позицию В-шную, да, когда деловой коммуникация... Так вот, В-шная позиция, она может быть разная. Почему у нее разные векторы? Я именно поэтому и начал все это рисовать. У нее могут быть разные векторы. Есть воздействие собственное, как В, то есть он в любом случае достигает какой-то цели, вот его... Но методы, теми, которые он действует, он разный. То В-защищающийся, он не пытается не допустить в свою сферу влияния, хотя... Ну, как-то выглядит просто, вот тогда, да. Защищающийся как раз и говорит, я пойду к вашему начальству, вот у нас подзаконный акт, вот еще что-то. Ну, слушайте, это абсолютно не В. Вот если я иду к вашему начальству, у нас подзаконный акт. Нет, имеется в виду, тот метод, которым он действует, он им не пугает. Он апеллирует, как аргументом. То есть он сначала предлагает взаимодействие. То есть вот как вы говорите про итерации, это не одна итерация. Вот сейчас я тут тебя разнесу, вот это итерация РД. Одна. При взаимодействии В у него всегда несколько итераций, потому что он просчитывает ситуацию на несколько шагов. Может за один шаг должен просчитать башку, там отрубит и все. Да, Ирина что-то хотела, да. Да, я чисто для себя как бы. Честно, мне кажется, что Артем все время исходит из мотивации, которая сидит у человека в голове. Что он там вот, он проанализировал все, понял и понял, как он действует. Вот он все это сделал с позиции взрослого. А то, какие он конкретно фразы произносит, это уже... Это внешнее поведение, да. Это уже совсем важно. Смотрите, я правильно? Еще одна важная вещь. Почти, но там все равно какая-то закраска основная. У нас с вами есть в РВД два пласта коммуникации. Первый пласта коммуникации – это непосредственно слова и то, что мы говорим. Мы можем хотеть сказать одно, но своим поведением мы можем продемонстрировать абсолютно другую вещь. И, например, как Артем сейчас привел к РВД, у нас там есть подзаконные акты, не знаю. Это может быть из позиции В, как бы, говорится, что если вы там... Ну, не знаю, сложно сейчас. Он предлагает, смотрите, он делает таким образом. Он предлагает готовое решение, но как будто его придумал не он, а он отдает это решение. Это очень сложно мне, вот если в этих смотреть, то это надо уже смотреть непосредственно, как это все происходит. Можно разыграть. Давайте попробуем. Ну, собственно говоря, с тем же. У вас же есть акт. И он предлагает, например, с позиции Р. Он говорит, ну вот же там вот, было же вот такая же бумажка. И тут у Р возникает два варианта. Либо он хочет, ведь неизвестно, хочет ли Р продолжать конфликт. Когда он не встречает реакции Д. Ему же тоже нужно в этот момент выбирать. Неизвестно, что он хочет. Если он может выйти из ситуации Р неповрежденным, в одном случае, когда... Ну, то есть, не потеряв уважение, скажем. Нет, смотри. Не потеряв уважение... Ты исходишь из предпосылки, что люди всегда анализируют свое поведение и действуют оттуда. На самом деле, мы очень часто... Мы очень часто действуем спонтанно и интуитивно. Мы там не разговариваем. Все в порядке. Задача Р. Почему Р вообще Р? У него, кроме целей наставничества, как одного полюса, существует еще, как мне это все кажется, естественно, существуют еще и цели самолюбования. У кого? У Р. Ну нет, это мы уже приписываем. Давайте мы вот рассмотрим конкретные формы поведения. Я говорю, конкретные формы поведения. Р может быть разной, точно так же. Ну, конечно. Он может быть как наставник-учитель. Да, например, собственно говоря, вот та же тетечка, например, которая не выдает справку, может начать тоже, собственно говоря, с позиции родителя сказать, что простите, но вы не понимаете, сколько делается справка. Это как В, так и Р, потому что если как В, если эта фраза звучит как В. У нас очень много если бы если бы нам нужно смотреть конкретные примеры. Исходя из этого, да, потому что можно из В, а можно из Р, но это можно, но надо каждый раз смотреть, как это происходит. Как это будет из В, если она скажет, а как это будет из Р? Я могу объяснить. Не, не надо пописать, надо показать. Не надо показать, надо показать, чтобы мы увидели, в чем это выражается. Потому что основная это проблема нашего, да, вот с вами взаимодействия, что мы часто очень думаем, о, я вот так скажу, и люди вот это вот поймут, но люди воспринимают это по-другому. Поэтому здесь чем нам теория нам полезна, да, тем, что исходя из того, что мы поняли, третьих позиций, мы можем свое поведение менять. Размышляя о том, как бы это, или как бы это, и почему это, да, это ничего не даст. Слушайте, а у меня есть такая ситуация, которую мне надо прямо проработать в ближайшие дни. Если вы мне поможете, я буду очень благодарна. Ситуация у меня следующая. У меня есть партнер, который категорически нарушает сроки. И мне надо его как-то принудить к выполнению. Я не знаю, как построить с ним коммуникацию в этом случае. Все могу сказать, слушай, чувак, ну, там, все сроки скорее. Вы партнер, то есть вы на равных общаетесь? Да. Или там, я не могу на него давить позиции родителей, потому что у меня, скорее всего, будет то же самое, будет конфликт РД-РД. Соответственно, у меня вопрос, как вот к ним надо обращаться для того, чтобы ситуацию разрешить. А как ты уже обращалась? Там есть нюанс. Я до этого все время через другого человека коммуницировала, мне здесь надо лично пообщаться. Я придумала, если честно. Давай, попробуй. Я придумала, наверное, в этой терминологии с позиции дитя взаимодействия. Я ему позвоню и скажу, что вот, ну, он вообще столер, да, я с ним в этом вопросе взаимодействую. Я ему позвоню и скажу, там, здравствуйте, Артем, мне сказали, что вы самый лучший в мире столер. И дальше вот, ну, я потом продумывала такой вот диалог. Давайте разыграем. Что нужно добиться, Даша, какая цель? Значит, цель, чтобы он хотя бы сказал, каковы сроки выполнения проекта. А так он не скажет? Ну, он полгода уже задерживает, полгода просрочки. Полгода просрочки, он по каким-то причинам не сдает. Да, и он, тем временем, здесь, видимо, из позиции ребенка, потому что он звонит и говорит, я привезу завтра. Завтра не наступает никогда. Так, и нужно поговорить, чтобы добиться, чтобы он сказал про сроки или выполнил, что нужно. Ну, либо то, либо другое, что-нибудь. Ну, и он уже говорит про сроки, завтра привезу. Да. Не, ну, про реальный медицин. Слушайте, я только сейчас поняла, действительно, это же с позиции ребенка он взаимодействует. Да, он обращается. Давай разыграем просто ситуацию. Как он тебе говорит? Я привезу. Так как, смотри, так как ты знаешь этого человека и знаешь, как он себя ведет, то ты будешь исполнять его роль. А так как всем остальным понятно, что ты хочешь, все будут стараться действовать просто из разных позиций. Из R, из D, ну, и, соответственно, из V. Вот, а ты будешь каким-то образом реагировать. И для себя ты внутри просто поймешь, какая позиция оказала на тебя большее, да, большее влияние, на которое помогло тебе сдвинуть, как бы, это, принять решение определенное и выполнить свои обязательства. Ты находишь все время в D-позиции, да. Давайте в какой-то ситуации. Ты звонишь и говоришь, что ты через кого-то, да, тебе уже звонили и спрашивают. Да, примерно на самом образе. А ты звонишь Даше и говоришь, привезу завтра, да? Нет, Даша должна позвонить мне и сказать, убедить меня, что я, в общем, должна, ну, должен привезти ее. Кто какую позицию хочет отработать для себя внутренне? Какая позиция самая сложная для кого? Взрослый. Да, мне бы, да, как-то так. Ребенок легче. Так, тогда, Ирина, вы постарайтесь сейчас подумать, что вы скажете из взрослой позиции. Родитель? Родителям просто. Да, родителям матом, хорошо. Ну, посмотрим, это... Можно и аргументированно, но просто, ну да, видите, все. По 10, по 10 вот ли это, да? Не могу. Артем, какую позицию? ВЗ. Попробуйте. Или ВС. Слушай, да, я думаю... Вот это Стивану, так Стивану. Нет, конструкция будет немножко посложнее. Нужно, во-первых, если человек общается с позицией дитя... Нет, мы сейчас не просто тыбились, а какую позицию выбираешь, чтобы отработать. Вот в разговоре с человеком, со стойлером. Со стойлером? Угу. Стойлер, да, ша. Ну, для себя, какая позиция? В, да, наверное? Такая, самая. Или можно Д попробовать. Я, честно, прошу, чтобы кто-нибудь поговорил со мной с позицией Д, потому что с позиции взрослого и родителя с этим человеком уже разговаривали, насколько я знаю. Ну, лично ты же не разговаривала. Я, Даша, еще не разговаривала с ним, да? Так, Ларис, какую отработаете? Я СВ могу, я пока не могу придумать. СВ? Да. Давайте с В, Ирина с В, Виктора. Давайте все с дитя ее помочь. С Д, хорошо, давайте с Д. Попробуем мне останется Р. Ну, Р, Р. Р. Вы звоните мне. А сейчас, Даша, объясни еще контекст немножко ситуации. Какие у вас взаимоотношения? То есть, кто перед тем как это? Я дизайнер интерьера. Заказал мой заказчик изготовить шкаф. Значит, я его заказала своему коллеге, с которым мы работаем. А у него есть поставщик. Поставщик оказался нерадивым. И полгода не может сделать детали. И вот просрочка полгода реально составляет свежие. Мне нужно, потому что я уже сказала, что все, там эффекта нет в взаимодействии друг с другом. Я сказала, что я позвоню сама и эту ситуацию попытаюсь как-то разрулить. А кто платит? Деньги, получается? Плачу я, потому что мне платят заказчик. Соответственно, все финансы у меня. И ты плачешь деньги этому человеку, который мне... Я плачу своему коллеге, который платит ему. Всем понятно, как бы... Работа уже оплачена или еще нет? Работа уже оплачена, да. Ну, частично оплачена. Плакали. Так, ну хорошо, подумайте буквально несколько минут, что вы собираетесь сказать. У нас будет не одна интерьера, а не просто обратитесь, даже что-то ответите. У вас буквально будет там по 3-4 минуты, чтобы этот диалог такой провести. Итак, у нас позиция В, Д, Р и В. Да, но у меня, видимо, позиция Д, потому что я все время не беру трубку, у меня теряется телефон. Значит, я уезжаю и не отвечаю по неделям на звонки. Я вру, что я привезу в пятницу, но каждую пятницу я не приезжаю. Но мы посмотрим, как ты будешь себя вести, да, и сможем понять. Потому что, например... Обстоятельства непреодолимой силы, какой-то все-таки честно. Потому что, смотри, не... Когда человек не берет трубку, это может быть и позиция Р, потому что ты наделяешь себя такими полномочиями. Я главнее, я имею право не брать трубку. Хочу, беру. Хочу, не беру. Как бы... Тут вот такая... Поэтому давайте разыграем эту ситуацию, посмотрим, что больше... Ты постараешься в этой роли побыть и посмотрим, что на тебя, какие слова, что больше подействует. Немножко непонятно. Я со стороны стульера, что ли, должна, получается? Нет, стульер, стульер. Да, Даша, надо воздействовать. А ты поиск, как Даша. Я даже не знаю, как я сказала бы. Ну, с точки... С В. Представьте себе, вот в этой позиции взрослый, да, такой вдумчивый, спокойный. Аргументы, факты, анализ, да? Я бы сразу начала бы. А мы сейчас увидим. Да. Ну, это В, да, это прямо хочется сразу включить и показать, кто здесь главный, да? Когда будет выполнен заказ? Готовы уже? Сейчас. Давайте только сначала. Мы незнакомы, и вы мне звоните. Почему незнакомы? Незнакомы. А? Мы незнакомы. Еще незнакомы? Мы еще незнакомы, да. Подожди, я не поняла. А как это? Я напрямую с этим стульером не взаимодействовала, потому что у меня есть партнер, который выполняет часть работы по договору. Это его партнер. Аргументы у партнера закончились, и мне нужно в качестве тяжелой артиллерии наехать на этого нерадивого партнера. Угу. Так. Всем понятно? Угу. Ситуация? Абсолютно. Дальше будет артиллерия, это заказчик. Ну, да. Угу. Я даже не знаю, если друг другу ее знать. Здравствуйте. Так, давай, давай. Вы по телефону созваниваетесь или встречаетесь? По телефону, да. По телефону. Как, что скажете, почему? Подумали? Я просто не вижу. Подумали или не подумали? Нужно еще несколько минут, чтобы сформулировать, как бы, и план бисер. Еще нет. Давайте буквально несколько минут, хорошо? Каждый подумает про себя, что он скажет, как это будет выглядеть. Да, я могу сразу сказать уже, Ирина, что ваше начало, это уже не В. Я знаю, я знаю, я знаю, это уже с позиции взрослого никогда не доставил того. Вот, поэтому ваша сейчас задача попробовать В потренировать. Это самая сложнейшая позиция, ее сохранять, как бы, и находиться в ней достаточно тяжело, потому что мы все привыкли действовать из Э или, если чуть-чуть что, из Д. В позиции В у нас мало вообще, как бы, отработано, не принято в нашем обществе, особенно, да, это, как бы, не такие вот, не распространенные. Я потом буду для вас задания. А я могу пока высказать, какие у меня предположения, да? То есть, как бы сделала я? Вот, ну, не знаю, да, это теория для начала. Я бы, наверное, обратилась в позиции ребенка для того, чтобы человека расположить. То есть, я говорю, я бы позвонила, сказала, здравствуйте, мне сказали, что вы самый лучший в мире столер. Немножко бы создала... Сейчас мы сейчас офишим. Р, В, Д. Это у нас Даша будет, да? А это там С. Столер тоже. Тоже сейчас расскажут. Нет, Столер это Даша. Все, что она нам придумала. Ну, ладно. Мне надо обсудить с вами. Ладно, давайте мы, Даша, давай мы сейчас разыграем это. Да, мы это разыграем, а потом... Ты мне сейчас это все расскажешь, и мне будет это... Ладно. Не отвязаться от твоих идей. Так. Так, Кирилл, у вас взрослый. Я не смогу договорить никогда. Ну, попробуйте, это же игра. Хорошо. Доброе утро, здравствуйте. Мы делали вам заказ, но вы почему-то не выполняете свои обязательства. Как можно с вами договориться о том, чтобы получить от вас заказанные детали? Ну, так вышло. Я постараюсь привезти в пятницу. В принципе, у меня все готово, я уже покрасил все. Нас на самом деле это не устроит. Заказчик настаивает на том, чтобы вы предоставили вовремя. Ну, как вышло, так вышло. Вот в пятницу смогу, наверное. Буду очень стараться. Выхода на самом деле нет у нас. Будем подстраиваться под вас. Вот и поговорили. Удалось. Так, спасибо. Давайте разберем, что произошло. Ирина, удалось в первых раз, на самом деле, в позиции. В последние. Последние уже, да, съехали. Ну, давайте прямо разберем, что происходило. Ирина, давайте, какие позиции и как это было? Ирина, начали здравствуйте. Да, как обычно, непрожелательно. Спокойно объяснили суть вещей. Даш, какая твоя позиция? Что ты? Мне захотелось защититься. При этом, на мой взгляд, я старалась использовать детские аргументы и детские позиции. То есть, когда ребенок начинает повторять одно и то же, для того, чтобы от него отвязались. То есть, у Ирины была сначала транзакция ВВ, да, но на тебя это не очень. Ты что сказала? Я рассказала с позиции ребенка. Да. Аргументированно. Как всегда сказала, в пятницу, может, будет. Точнее, уже все готово, в пятницу будет. Ну, как всегда. Ну, кстати, в этом не было ребенка. Это не было, это не взрослый. Это взрослый, да. В принципе, РВ, потому что он, как бы, сам говорит, что только в пятницу, извините. В пятницу готовь, ее уже покрасим. Такая позиция. Ирина правильно продолжала В-позицию. Гнуть. Гнуть, да. То есть, опять, это невозможно. У нас сроки. Еще объяснять. Даша, опять. Что? Опять я продолжала. В пятницу. Опять в пятницу, да. Опять была сверху, к РВ. У нас было, по сути, три итерации такие. Сначала Ирина В-В, Даша Р-В. От В к В, Даша Р-В. Ну, и под конец, на последний, когда Даша Р-В, Ирина сказала, ну, что же делать? А я уже туалетку нашла. Было Д, вообще. Да, и уже из Д, из Д к Р. То есть, получается, что позиция, как бы, Дашина в данном случае оказалась, ну, как бы, сильнее. В том смысле, что, да, Ирина В не выдержала, да, и с Д все-таки пристроилась. Вот у меня сейчас была та же фишка, я поняла, про которую говорил Артем. Когда ты анализируешь, и, ну, то есть, поведение-то, вообще-то, инфантильное, да, все время говорят в пятницу. Это инфантильное поведение. То есть, поведение с точки зрения ребенка. Но, когда ты начинаешься на слова это перекладывать, то получается позиция родителя. Ну, да, нам кажется, ну, это тебе казалось, что она инфантильная, как бы, до этого ты так оценивала. Но, на самом деле, это пристройка сверху. Тебе казалось, ну, пятницу готова, ой, ну, нет, там, завтра, но если он это не таким голосом говорит, да, вот, как я сейчас, ой, там, и, да. А, как бы, ну, я привезу в пятницу, у меня уже покрашено. Это все равно сверху позиция, как бы, ты, оказываешь, что, как бы, он главнее получается, да, он пристраивается сверху к тебе. И, получается, что его позиция в данном случае сильнее, просто потому, что, ну, как бы, он так занял позицию такую, я решаю, когда я, там, определяю. Привезу завтра. Не привез завтра, извините. Привезу завтра. Все, эпик фейл. Да, да. Он самый, я боюсь. Спасибо большое, давайте поаплодируем. Да, следующий, кто у нас, пожалуйста, еще? Ну, давайте я попробую. Да, давайте, Ирина, вы садитесь на этот сучек, а? Виктор, рядом с Дашей. Инициирует звонок непосредственно, вот, как бы, Дашей, получается. А что, как обращаться-то? Да, вот, как хочешь. Что за шинято? Мы можем начать позицию. Комеди-клаб делать так. Алло. Привет, как дела? Хорошо, а это кто? Это ваш заказчик. Давно что-то заказчик. Который? Который хочет детальки от шкафа. Какого? Того самого, ё-моё. Я хочу детальки от того шкафа. Ну, вот от того, которого полгода жду. Ну, пожалуйста. А, втул, что ли? Втул, втул. Ну, когда уже будет? Вы обещали в пятницу. Ну, пожалуйста. Ну, я хочу детальки. Ну, обещал, значит, привезу. Ну, как так? Ну, можно я к вам приеду? Заберу детальки. Они в покрасочном цехе ещё не готовы. Я слышал, уже всё покрасили. Ошиблись. Ну, как так? Ну, я хочу. Ну, пожалуйста. Будет, будет. Ну, я не могу. Вы плохой. Я хочу детальки. Ну, в общем, понятно всё. Ну, очень понятно. Детская позиция, я повторяю. Ну, я тоже 10 раз. Хочу детальки. Чем-чем закончится? Да хочется, что я положу трубку. Я боюсь. Блин. Давай. Наши про свои ощущения. Ну, детская позиция удалась. Как бы? Далась. Да. Ну, кстати, вот это, знаете, это про ту историю, когда мы обсуждали. Я немножко переграл, конечно. Ну, в целом, да. В какой-то был момент, сейчас одна фраза там у нас была, взрослая, там, на втором разе, но потом ты обратно уже вернулся, и как бы детскую, пожалуйста, ну, пожалуйста. Я там, да. Я поняла, что вот когда мы обсуждали модели, да, и дети бывают разные. Вот это был капризный ребёнок. Когда я просила попробовать ситуацию разыграть с детской позиции, я имела в виду радостный ребёнок, который рад. Который говорит, слушайте, ну ты клёвый, чувак, давай как-нибудь вместе сейчас построимся. Я пыталась сначала... Клиентов порадуем, ну, им всё будет классно, ля-ля-ля. А когда он начинает говорить, что нет, что в пятницу, то что делать-то? Ну, смотри, да, что происходило? Сначала у нас была такая детская радость. Привет, это я, как там дела? Кто я? Почему? Нормально там. А когда мои детальки? Тогда уже ребёнок из радостного превращается в капризного, потому что его всё произошло очень естественно. Да, это, в общем-то, такое очень логическое развитие ситуации мы увидели. Потому что, когда ребёнку что-то не дают, то он такой радостный. Мама, мы пошли в магазин, я хочу киндер. Нет, киндер взять нельзя. Ну, пожалуйста, всё, да, это всё тот же ребёнок. Сначала он был радостный предвкушений чего-то, но теперь он уже капризный, потому что он не получает того, что ему дают. То есть, собственно, вот ситуация, как тебя с точки зрения заказчика. Ну, эффект ноль. То есть, понятно, что этим человеком можно манипулировать и намотать его на палец, если надо. Ну, а какие чувства это вызывало? У тебя какое-то чувство необычное? Раздражение. Раздражение, да. Какого-то... Ну, на самом деле, у меня возникло желание его подавить вот сразу. Простите, мой эгоцентризм. Это тоже как бы естественно. Да, ну, давайте мы все до конца разыграем, потом обсудим эту ситуацию и подумаем, как лучше в этой ситуации будет действовать. Я уверена, что здесь есть какой-то выход. Ну, по-моему, вот чисто моим ощущением, меня надо сбросить с позиции родителей в этом случае. Наверное. Давайте посмотрим. Сейчас у нас будет главный сбрасыватель. Спасибо большое. Кто ещё хочет? Атёмка. Да, ну, у нас ещё. Лариса. ВС или ВЗ? Эр. Эр. Эр? Угу. Артёмка. Вы, подождите, пожалуйста, там ещё. Те, кто наблюдает, постараетесь увидеть какие-то... Ну, запоминать, что происходит, да, и с какой позиции что говорит человек, и что при этом присутствует, потом он будет цель. Угу. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Вы являетесь дополнителем проекта по мебели. Я хотел узнать, почему не готов мой заказ. Ну, так получилось, как-то вот телефон потерял, некогда было сделать. Ну, практически всё готово, и не волнуйтесь, вот-вот подвезу. Вы давали уже несколько обещаний, которые не исполнили? Ну, сами понимаете, всё бывает. Вам были заплачены деньги, вы хотите их вернуть? Нет, совершенно не хочу. У нас есть ещё один дополнительный проект, в котором вы могли бы поучаствовать, но только после выполнения существующего. Вы готовы? Да, вполне. Когда вы закончите? Ну, я думаю, что вот на следующей неделе, в пятницу. Ну, как я могу доверять вашим обещаниям? Вы же их давали уже неоднократно. Я буду очень стараться. Вы тоже давали такое обещание, и тоже его не выполнили? Ну, так получилось. Это не ответ. Ну, не ответ, но так получилось. Ну, значит, вы хотите вернуть деньги. Вы не хотите участвовать в наших проектах больше? Хочу участвовать, деньги вернуть не могу, потому что уже всё потрачено на материалы и краску. Ну, значит, проект готов? Практически, я же говорю, готов. Привезу в пятницу. Не нервничайте вы, всё нормально будет, привезу в пятницу. Вы так говорили месяц назад. Ну, получилось, затянул. Тогда я прошу привезти деньги или готовые материалы, которые вы не можете собрать, если они у вас готовы. Мы их соберём с помощью другого специалиста. Хорошо, я привезу всё, и выполнено в пятницу. Договорились? Спасибо. И не привозит! Понимаете, вот до этого доходило. Нет, сейчас это хорошо, что он меня скинул до позиции ниже. Ну, внутренне сейчас была готова привезти материалы или нет? Тут количество пофигизма, по-моему, на самом деле влияет. Наверное, да. То есть человек не чувствует угрозы в любом случае. В том-то дело, он понимает, что он деньги не отдаст, и на него нет никаких инструментов давления. И достать его нереально. То есть, непонятно. Мне казалось, да, вот когда я, почему я начала спрашивать, мне кажется, что его надо воодушевить и привлечь. Мне кажется, что во время разговора выводить его на позицию ребёнка, которому могут дать конфетку, показалось неполноценным. То есть, ему оказалось неинтересно вообще. То есть, ему даже зарабатывать неинтересно. Короче, чувак в глубоком кризисе. С какой позиции Даша разговаривала? Что заметили? Какая у неё была? Скорее позиция родителя. То же самое. РР, только родителя, который устал от назойливых каких-то детских вокруг окружений. ДР позиция была вначале, когда позвонил, а потом включил собственный характер. А потом уже РР включил, сказал, готово, привезу. Ну, он так уже. А я, кстати, думала, что у меня взрослый был, если честно. Ну, похож на ВЗ. Почему взрослый? Взрослый защищающийся. Ну, если уж так пошутить. То есть, попытка аргументации, но при этом не допуск в себя никаких сторонних. Ну, то есть, аргументация общего плана для того, чтобы просто создать ровный фон. Отвязаться, да? Да, ровный фон. Но это же, иногда это позиция уставшего родителя, который не хочет взаимодействовать. Ну, я бы сказала, что да, это было как бы сначала из ДР попробовала, потом продал не получилось, потом ее встала уже раздраженно, она перешла в Р и как бы обращалась. Ну, или как КРВ завтра привезу. То есть, ну, про сроки, не как ребенку, но позиция в любом случае тоже была сверху. Ну, вот, а внутренне, Даша, ты согласилась в итоге привезти или нет? Или у тебя это... Я подумала о том, что он, вероятно, ничего не сделал. Поэтому, раз он ничего не сделал... А почему с ним ничего нельзя сделать? То договора нет, что ли? Да, так. Ну, может, нам деньги уже будут... Так, давайте попробуем взрослая позиция. Это да, конечно, в нашей стране. Давайте, кто у нас вот еще? Ну, я. Попрошу. Да, Попрошу. Спасибо большое. А мне кажется, что вот, вот, мое личное мнение, что если человек начинает давить, да, и пытается, вот, да мы там тебе на тебя наедем, тра-та-та, и вы ничего там не получите, я сейчас заказ, то он закрывается и говорит, слушайте, чуваки, отвалите от меня, без вас жить точно. Да, ну, как бы у тебя такой будет? Ну, да, да, да. Ну, да. То есть, мне кажется, что задачка-то его пробить как-то эмоционально. Задеть. Ну, давайте мы сейчас проиграем все позиции. Ты скажешь, из какой роли было вот больше тебя, как бы, сдвигало, да, в сторону, там, обсуждение какого-то еще, а потом подумаем, как можно выстроить коммуникацию. Ну, здравствуйте, мы у вас было время полгода назад заказывали шкаф. Как с ним? Готов, не готов? Практически готов, вот пятницу привезу. Ну, давайте уже что-нибудь родим, а то грустно как-то... Ну, конечно, родим, куда им денется-то. Ну, давайте тогда назначим пятницу крайний срок. Мы, в принципе, готовы немного увеличить бюджет. Если в пятницу не получится, то придется искать другого подрядчика. Идеально, просто. В пятницу не получится. Ищите другого. А это возможно? Ну, с твоей стороны. Ну, мне не хотелось бы деньги свои терять. Ваши, да, заплатишь за работу. Я. Не заказчик. Ну, если это когда жизнь, то... Вариант смириться у меня всегда есть. Спасибо большое. Актеру, давайте посмотрим, какая позиция была и откуда, куда. Борису. Да. Борис, как по вашему ощущению, что получилось сделать, что не получилось? Ну, пробить точно не получилось, потому что я... Какая позиция была? Позиция... Я ее оцениваю как взрослая. А что? Как взрослая? Взрослая по отношению к кому? На какому уровню? КР, Д, КВ? Какая транзакция? Куда обращались? Скорее, КД. Сначала был КР. Да, то есть первая самая... Может быть, это и В была позиция, но это была явно пристройка снизу, потому что вы сказали, что там у нас... Ну, как бы... Сложка... То есть явно, что это как бы мы обращаемся к такому... Башку, который там, наверное, да, как у нас там, а что... То есть вопрошающая, да, такая, не на равных, а КВ. Ну, Даша сразу же это уловила и, собственно, свою линию начала гнуть. А потом у нас получилось, что вообще вот так... Ну, из В к Р шла, в общем-то, такая коммуникация. Ну, и удовольствие, да, что она разрешила вполне так, как ей хотелось. Ну, если интереса нету, с другой стороны, то и рычагов нету, то... Ну, волшебства-то не бывает. Если враг не сдается, на нем женится. Ну, на самом деле, мне кажется, что мной... Ну, вот она сошибка, да, такая была, что мы знаем ситуацию, что на самом деле происходит, что нам это не сдается, но мы все равно начинаем коммуникацию, когда вы сдадите шкаф. Да, но на самом деле, важно для... И это несколько неправда, да, потому что, ну, если вот это уже не позиция даже РВД говорит, а мы знаем ситуацию текущую, но мы ее не озвучиваем по каким-то причинам, и это уже портит нам коммуникацию, это уже как бы не совсем даже такая взрослая позиция. Взрослый, он выдает факты, да, у Артема в какой-то степени это было, что мы к вам обращались тогда-то, тогда-то, у нас были с вами какие-то обязательства, эти обязательства не выполняются. Что вы можете по этому поводу сказать? Не сделал. В пятницу. Уже все готово. В пятницу будет. Ну, вот если вот так вот, Даша, что... Да вот я говорю, не прошибает, не прошибает. Я все еще хочу своего самого лучшего в мире столяра, вот честно. Ну, давай попробуем. Кто-то другого сейчас может сыграть, все видели, как бы, что происходит, кто-то хотел бы на месте этого столяра замечательного оказаться и сыграть его, это очень приятная позиция такая, очень сильная позиция. Не прошибаемого. Да, не прошибаемого. Да, давай. Поменяйте местами, там столяр-то у нас там сидит. Да, столяр. Пробуем. Да, давайте посмотрим. Алло. Алло. Здравствуйте, это Артем? Да. Артем, здравствуйте, меня зовут Дарья, и мне сказали, что вы самый лучший в мире столяр. Это правда? Очень приятно это слышать. Да, конечно. Знаете, у нас вот такое вот дело получилось. Мы шкафчик заказывали одному человеку, а вот как-то уже полгода и его сын и не там, и никуда не сдвигается. Может, вы нам поможете? Ну, это тот самый шкафчик. Ну, я помню, да, некоторые задержки произошли, проблемы с телефонами, несозвоны. Но все практически готово, я готов привезти в эту пятницу. Знаете, я вам не верю, если честно. И вот я бы хотела обсудить, насколько вообще, какие у вас возникли проблемы. Давайте, может, мы как-то вместе их порешаем. Может быть, вам в чем-то помочь можно в этом вопросе. Может быть, вам как-то моральную поддержку оказать. И вот в пятницу все будет готово, я считаю, что мы встретимся, перезадим. А если не будет, что же мы делать? Я считаю, что все скоро будет. К нашему обоюдному удовольствию. Ну, хорошо, предположим, вы в пятницу не привозите. Что дальше? Ну, я считаю, что в пятницу все будет, уже все в покрасочном, уже все сохнет, и скоро все к нам приедет. Ну, смотрите, если не будет, я обещаю, что я буду спать у вас под дверью. Отличное заманчивое предложение, да. На двережках. Ну, я вам обещаю, в пятницу все будет, я уже все гружу, уже везу. Ловлю вас на слой. Хорошо, спасибо, все доброе вам. И вам тоже. Отличный заказчик. Мне очень нравится, что полгода ждете, и еще и все это. Спасибо. Ну, как, по ощущениям, шкафчик будет готов? Ну, если б я был этим стойлером, то он был бы уже готов-то. Полгода назад? Да. Ну, так, по ощущениям, ну, пообщались, да, прикольно. Я думаю, кстати, пойдет, потому что, во-первых, никакого Д там и рядом не лежало, с первых секунд там вообще ни одного слова Д не было. Там как раз было выбивание из крылья четко и конкретное. Потому что за интонацией совершенно не следовал смысл. Смысл был абсолютно другой, поэтому на любую сущность это будет влиять по поводу программы. А сейчас мы с вами подошли к такому понятию, как игры психологические. То есть, когда у нас с вами идет такая вот коммуникация понятная, когда у нас слова соответствуют тому смыслу, который мы вкладываем в нас, в принципе, ну, тоже все понятно. Это могут быть конфликты, это могут быть параллельные, да. Но вот в данной ситуации мы с вами наблюдали нечто другое, да. То есть, явно на словах происходило одно, а по тому, что мы видели, несколько шло другое взаимодействие, да. И как это называется психологические игры? Существует огромное, как бы, количество сценариев, да. Да, я просто расскажу об этом, чтобы вы это понимали, что не всегда, как бы, ну, чтобы у нас понятие тоже в голове было. Смотрите, как это можно изобразить? Р, В, Д, Р, В, Д. На уровне, как бы, давайте подумаем, Даша обращается, на уровне слов, что мы видели? На уровне слов, Р. Р, Г, Д. Да. Нет, сначала, наверное, Р, потом Д. Ну, вы самый лучший в мире Столя, это что? Самый лучший в мире Карлоса, но самый лучший в мире Друг. Да, да, да. Ну, тогда это Р, Д, в любом случае. А почему Л? Д. Это было Д. Д. Это Д. Мне сказали, что вы такой вот замечательный, это правда? Так же, как ребеночку говорится, вот так вот по головке его трет, да, и говорят, ну, какой ты замечательный, какой хороший, это чистый РД по мне. Смотри, тогда получается, что на уровне слов у нас было, как бы, Д, Р, Даша обращалась, потому что, ну, правда же, да, но по тому, как себя Даша вела, мы это не верим этому, да, и позиция у нас шла вот так вот параллельно, Р, Д, да, потому что мы знали контекст ситуации, мы знали, как бы, что происходило. И потом у нас относительно этого, в общем-то, и шла вся комбинация. Ирина, надо идти. Все, счастливо. Все, счастливо, да, спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. Вот, но мы видели, что это шла вот так вот транзакция, да, и действие, которое мы наблюдали, оно происходило по-другому. Это, например, ну, как, не знаю, там, пойдемте, вы знаете, какие красивые ковры у меня дома? Мы говорим, пойдемте посмотрим ваши ковры, да, то есть на уровне транзакции у нас идет, как бы, ВВ, у меня красивые ковры, пойдемте посмотрим, а на уровне взаимодействия, а это у нас ДД, такой, как бы, там, флирт, игра или еще что-то такое. Ну, и здесь вот то же самое происходило. Единственное, нам надо сейчас понять, как вести себя с таким человеком, и есть ли вообще решение этой ситуации. ВВ. ВВ четкое добивать его, да, и постоянно обращаться к этой, как бы, роли. Почему это сработает? Мы до этого не доходили, но, как бы, если, когда мы делаем видео, разбираем, то мы смотрим, что, по сути, люди все, они примерно знают, что правильно, что неправильно, что справедливо нет. У них, ну, психологически есть, как бы, потребность вести себя правильно тому, и у этого человека такая потребность тоже есть. Он тоже, как бы, хочет все-таки разрешить эту ситуацию, он хочет сдать этот заказ. Единственное, что он по каким-то причинам это не делает, но внутренняя потребность у них есть. И если к ней, как бы, взывать, обращаться, правильность, да, это у нас взрослые, такая, разумная часть, то мы рано или поздно добьемся этого. Это не факт, все это будет там… Ну, тут я вижу основную проблему, если он ведет себя как взрослый, то он хотя бы будет доступен там по телефону, можно с ним будет общаться, контактировать, как взрослый. А если он выключает трубку, то ты уже не сможешь просто. Ну, да, то есть просто тут нет самой коммуникации. Не, ну, это понятно. То есть ты уже не можешь с точки зрения взрослого с ним общаться. Я исходила, когда я думала, что чего надо сделать, я исходила из простой вещи. Если человек ведет себя каким-то конфликтным образом, он, как правило, отбивается вниманием. Внимание он уже от моего коллеги получил негативное, ему настучали по голове, но это никак не помогло. Соответственно, я решила, что надо какое-то положительное внимание дальше. Ну, вот что однозначно можно сказать? То, что пристройка снизу к этому человеку не работает вообще ни в каком виде. Нет, вот в этом. А вот в этом. В каком? Вот Д, Р. Ну, вот то, что мы нарисовали, что на словах Д, Р, а по факту Р, Д. Но это, получается, ты играешь в эту вот игру какую-то непонятную, и он тоже под нее подстраивается. Он же тоже потом ему как бы, он такой, да, там, хорошо, приходите, спите. То есть, ну, это же ни к чему не приводит. То есть, к результату-то никакого нет. Это еще запутывает еще больше коммуникации. То есть, вообще непонятно, что происходит. Вроде тебе показалось, что ты договорилась, ему показалось, что здорово поболтали, и потом опять ничего не будет сделано. То есть, ну, на мой взгляд, вообще стоит избегать вот таких вот, особенно в рабочих каких-то ситуациях, вот этих вот игр и непонятностей. То есть, она должна быть все-таки прозрачная и понятная. И вот из того, что я увидела, вот нельзя выстраивать коммуникацию снизу вверх. Ну, как бы просто, потому что он и так себя чувствует там наверху. И если ты будешь еще, как бы, так же подстраиваться под него, он будет этим пользоваться. Поэтому, соответственно, ну, как вариант, вы обращаться, ну, как бы мы знаем, сейчас мы поняли из того, что мы сыграли, то, что человек вот в этой позиции выступает в данном случае. Поэтому у нас какие варианты? Только на равный к нему обращаться, как бы, как РР или как ВРО. Я началась говорить, давайте, типа, вам, ну... А, я начала с ним ухо, строительный ребенок, да? Когда, типа, давайте мы вам поможем, это же РД. Я не повелся. Ну, да, давайте вам, давайте тебе поможем. Нет, а что мы можем сделать для того, чтобы ускорить этот процесс? Ну, это В. В, это В. Да, что мы можем сделать, чтобы ускорить этот процесс? Какая помощь вам требуется? Нужны ли вам еще дополнительные ресурсы? Ну, то есть, соответственно, мы обращаемся или к РРО, ну, вы же понимаете, мы сами, как бы, понимаем, что мы подводим человека, мы ответственны перед ним, да? Вы, как, там, к РР, да, или к ВВ, соответственно. Ну, вот, что однозначно, то, что мы не должны к нему обращаться, как бы, снизу, да? Пристройки снизу в данном случае вообще не должно быть. Или на равных, ну, как бы, или ты РР к нему обращаешься, ну, явно сейчас не в ВВ. То есть, цель, обращаясь из РР, сдвинуть его на ВВ и потом вот на этот уровень коммуникации перейти, чтобы разрешить эту ситуацию. Я вижу выход такой, что ты из родительской позиции, но не как Артем делал РД, да, а как РР. То есть, что мы, ну, мы же с вами понимаем, что у нас сроки уже затянуты. Вы же тоже ответственны за это, согласны. Ну, как бы, ну, тут надо подумать, слова подобрать. То есть, непросто. Ну, то есть, какая стратегия? То, что мы обращаемся из РР и потом его, да, как бы, снижаем на В. Сначала РР, потому что... Ну, как вот этот вот, ну, пример, можно какого-нибудь снижения? Ну, можно сразу, но как бы... Нет, ну, вот банальный пример РВ, это, ну, вы же ответственный человек. Да. Да? То есть, ты с позиции учителя тут же рассказываешь о том, какой он рассудительный и, собственно, взрослый и вообще замечательный. А перепрыгнуть со своей позиции с Р на В, это мгновенно вообще... А он же вот здесь, то есть, ему из РД спуститься, ну, как бы, тяжелее, чем на В. То есть, она, ну, как бы, равных, да, или вот снизу, но вот они РД, и как бы, явно, что не снизу просто. То есть, не выступать надо из родительской позиции. То есть, самая лучшая стойлер, она плохая. Ну, да, то есть, она изначально запутывает все, ему вообще непонятно, что-то... Надо, как бы, очистка позиции, понимаешь, ты платишь деньги. Даже если вы заплатили, ты, как бы, главный в этой ситуации, иерархически, да, вот по... Ну, соответственно, ты имеешь право выступать из позиции Р. И он знает, что ты имеешь право выступать. Почему тебя раздражала позиция Д, когда у нас, кто, Ирина, да, играла из пози... А, нет, да, играла из позиции Д. Почему? Потому что это вообще неправильно. Потому что и ты это чувствуешь, что, блин, ну, вообще, какой-то козел звонит, да, там, или... Понятно же, что я ему должен... Чего он себя так ведет по-дурацки? И это вызывает раздражение реально, потому что это не соответствует действительности. Вот, поэтому, да. Ну, да, сходя из... Мне кажется, мы уже со временем, да, как-то совсем... А, нет, вот, 21.01. Вот, спасибо большое за кейс, что мы смогли разобрать. Нам не удалось разобрать, ну, потренировать вот именно свои позиции, да, бы попробовали разные на себя примерить. Вот, надеюсь, что информация была для вас полезной, интересной, познавательной. Вы теперь будете чуть больше наблюдать. Мне не хватит всего. Вот. Я предлагаю устроить следующий по той же теме. По РВД? Можно взять какие-то конкретные... Я вот думала, как сделать. Можно взять какие-то конкретные ситуации, например, да, вот, разобрать, как мы сейчас сделали. Можно брать какую-то область, там, деловое взаимодействие, там, семейную какую-то, и пробовать разбираться. На самом деле, вот такие расстановки, они очень интересно выглядят. Ну, конечно. То есть, поучаствовать в этом очень прикольно. Самое интересное будет, когда ты всё-таки ему позвонишь, и всё-таки результат как-то будет. Да, да. Ребя, что ты рассказала. Можно будет обыгрывать дальше. Может, там на занятиях... Слушайте, а поедем все вместе. Да, да, и родные люди пробуют разные власти. Ну, всё, правда, это же шкаф. Слушайте, у нас новые идеи, а мы хотим с вами так поговорить. Я говорю, что всё-таки ненормально. Соня. Я вообще поддерживаю такой вариант коммуникации. Мне больше он трубку не будет брать, и всё. Каждый раз новый номер. Ну, номер-то разный, он просто просечёт фишку, да, и всё. Да, то есть, ну, здесь понятно всё, что видите. Спасибо вам большое. Хорошо, мне хотелось бы, чтобы вы своими впечатлениями поделились, насколько было полезно, новое, там, ну-то, что... Мне очень понравилось. Я говорю, что вот прям здорово, давайте продолжать. Эту же тему ты хочешь? Как ты скажешь? Просто мне кажется, что вопрос коммуникации, он такой очень... Ну да, по разной типологии. Да, сейчас просто, конечно, не сезонный, поэтому что-то как-то народ не собирается. Да, можно осенью, когда все доживутся. Кому как? Поделитесь. Порис. Ну, я вот пытаюсь это всё приложить к реальной жизни. Ну, вот, допустим, я распознал, что собеседник, с какого уровня он разговаривает. Но не могу сказать, что я прям уброшусь менять сильно тактику. Я обычно как-то по-другому действую. А как? Ну, я коммуницирую в пределах своих удобных мне способов. Если я вижу, что человек не готов к такой коммуникации, я просто свожу к минимуму. То есть, там, в данном случае, например, для меня вся эта возня, там, с человеком, который явно не имеет интерес, она для меня энергетически затратная. И дина, и всё. Да, и я бы... Ну, мне проще денег отдать ещё, то есть, ну, чем свою энергию. Потому что, ну, энергия дорогая штука. То есть, вы не видите, как это можно применить, вот так, в каких-то целях. Ну, видимо, можно как-то, но, наверное, что-то ещё нужно для этого. Ну, а про себя что-то узнали? Какие у вас там часто позиции? Какие-то, я не знаю, там, видели? Да, где-то прокрутил какие-то ситуации, определил, с какой позиции я говорил, с какой я говорил, там, с обещанником. Ну, теперь, ну, по крайней мере, да, мне кажется, может, для вас польза будет, если вы просто не хотите коммуницировать, да, для чего нам это нужно, чтобы добиваться своих целей, да, определённо. Если вы выбираете стратегию, как бы, в добивании своих целей, что, ну, ты уходишь просто из коммуникации, да, выбираешь другой, это, да, такой, как бы, выбор сознательный. Нет, но в чём, вот, мне кажется, тогда помогла эта штука вам в жизни быть полезной, то, что даже когда вам приходится общаться с кем-то, там, с близкими, да, теми же самыми, и вы видите, что, ну, коммуникация как-то не так идёт, можно проанализировать хотя бы с теми людьми, с кем вам тут просто уже приходится общаться, так что от них не понадобится, перестроить что-то, помочь, встать на позицию В, занять такую позицию и понять, что она... Борис, видимо, с позиции взрослого не сходит, поэтому, ну, не знаю, не умеет вам все. Вот, надеюсь, у вас очень что-то полезное было, услышали. Артём. Скажем так, мне было интересно, как минимум, узнать о структурах вот этого, потому что, как бы, инструменты, я и так использовал под подобного рода, но здесь они как персонифицированы. Приобрела теория. Да, ну, и некая структура уже становится просто понятнее, каким образом я сам выбираю позицию. Вот, это и казалось интересно. Ну да, кстати, подбить теорию иногда интересно, потому что я общаюсь там со знакомым психологом, ей интересно моё мнение, я высказываю что-то, она говорит уже с точки зрения психолога, это так называется, а я запоминаю, о, прикольно, оказывается, это имеет название в теории психологии. Хорошо, Маша, по идее. Даш, а я уже поделилась. Вот чему, да. Так, интересно, в принципе, какая-то теория, да, по этому поводу, хотя, на мой взгляд, просто намного больше оттенков серого в данном случае. Всего этого взаимодействия. Ну, я имею в виду, что, ну, как правило, не ведут себя чисто родители, там, или чисто это, ну, всё же по-разному. РС, РЗ. Ну, да, да. А, кстати, вот как раз всякие сценки, они показали, что человек каждый следующей репликой переходит на ту или иную позицию. Да, это так. Если мы умеем контролировать это, нам легче оставаться в какой-то нужном позиции, например, вот это. У нас так получилось, по моему мнению, что, во-первых, здесь в любом случае собрались люди, которые были готовы каким-то образом меняться, просто здесь не присутствовали те, кто занимает именно позицию, например, чистую R и чистую D. Потому что они просто сюда банально не пришли. Согласна. Потому что R не собирается, чтобы вы учили, а D уже устала от того, что вы всё время учили. Поэтому здесь ни R, ни D нет и не будет. Нет, в чистом виде, да. Здесь только V, которые готовы к коммуникациям, потому что им интересно что-то принимать, что-то отдавать. Поэтому немножко однобоко. Нет, ну я бы не сказала, что однобоко. Например, вот в примере с Ириной, да, когда она заняла V позицию вначале, а потом её всё-таки Даша склонила, мы увидели прямо, как это происходит. Да, что свою линию гнула, а Ира, она как бы вот, да, на привычную. То есть если пристройка сверху, то ты впадаешь в D. Ну это как бы её вот такая стратегия, да, определённая жизненная. Потому что она говорила, что ей сложно V позицию занимать, она как бы, соответственно, R. А человек, который часто находится в R позиции, он, соответственно, как только до него R, он сразу в D. И это вот такая, как бы, тоже его сценарий жизненный такой получается. Понятно, что это очень-очень базовый уровень Бёрна, что у него огромный, там, за этим стоит просто такая теория сильнейшая. Вот Артём как бы это прочувствовал по словам EV, потому что там тоже немного этого есть, ну вот похоже. И так что, если интересно, книги Эрик Бёрна «Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют игры», вот, у него описано это более подробно, он там про всякие сценарии жизненные и так далее, которые за всем этим скрывают. Это самая база, которая вот нам помогает себя немножко менять. Вот, и менять людей, которые вокруг нас, приводя нас к тем целям, которые у нас есть. Вот, спасибо вам большое за участие. Продолжение следует...